Теперь у меня, конечно, не было ни малейшего желания, как всего час тому назад, попросить Сен-Лу снова свести меня с ревбельскими женщинами. След, оставленный во мне тоской о госпоже Дестер-Марья, не желал так вскоро изглаживаться, но в тот момент, когда в моем сердце я не находил даже и те несчастья, вошедшие в Сен-Лу, это было как бы вторжение доброты, веселья, жизни, и хотя существовали они, разумеется, отдельно от меня, но не предоставляли себя в мое распоряжение, они просили только о том, чтобы я взял их себе. А сам Сен-Лу не понял, почему у меня вырвалось благодарственное восклицание и почему я был тронут до слез. Впрочем, что может быть парадоксальнее приязни друга, дипломата, путешественника, авиатора или военного, как Сен-Лу, который, уезжая на другой день в деревню, оттуда бог весть куда, словно стремится к тому, чтобы после вечера, который он проводит с нами, у нас осталось от него такое неясное и мимолетное впечатление, что мы потом недоумеваем, а хочется ли ему производить на нас приятное впечатление, если же ему и впрямь хочется, то почему он не продлевает его и не учащает его? Казалось бы, что может быть обыкновение — поужинать с нами? А между тем вышеупомянутым скитальцам это доставляет такое же необычное огромное удовольствие, какое доставляют азиату наши бульвары. Мы с Робером пошли ужинать, и, спускаясь с лестницы, я вспомнил Дон Сьер, где мы с ним ежевечерне встречались в ресторанах, в давно забытых мною зальцах. Особенно резко выдался сейчас в моей памяти один такой ресторанчик, о котором я до сегодняшнего дня не думал. Это был ресторан не при той гостинице, где обыкновенно ужинал Сен-Лу, а при другой, гораздо более скромной, представлявшей собой нечто среднее между заезжим двором и семейным пансионом. Здесь подавали сама хозяйка и одна служанка. Меня здесь задержала метель. К тому же Робер в тот вечер не ужинал в гостинице, а идти куда-нибудь еще меня не тянуло. Кушанье мне подавали наверх, в комнатку с деревянными стенами и потолком. Во время ужина потухла лампа, и служанка зажгла две свечи. Под предлогом, что плохо видно, я, подставив ей тарелку, на которую она накладывала картофель, схватил ее за голую руку, как бы для того, чтобы направлять ее движение. Убедившись, что она не отдергивает руку, я стал гладить ее, а потом молча притянул служанку к себе, потушил свечу и предложил девушке ощупать меня и поискать денег. После этого я каждый вечер чувствовал, что физическое наслаждение требует для своего удовлетворения не только служанки, оно требует уединенной деревянной комнаты. И тем не менее, я до самого отъезда из Донсьера ходил туда, где ужинал Робер со своими приятелями, ходил по привычке из дружеских чувств. Ну и о той гостинице, где ужинал Робер с приятелями, я тоже давно не вспоминал. Мы не пользуемся жизнью. Мы обрываем то время, когда мы как будто уже начали наслаждаться душевным покоем, когда мы предощущаем нечто отрадное, и это время растворяется в летних сумерках и рано-настоящих зимних ночах. И все же это не совсем потерянное время. Когда запоют в свой черед новые радостные мгновения, которые иначе промелькнули бы мимо нас, такие же шаткие и невесомые, оно это время спешит подвести под них фундамент, придать им мощь нарядной оркестровки. Постепенно оно расширяется до пределов самого настоящего блаженства, в каком мы находимся редко, хотя оно никогда не исчезает в жизни. В данном случае это было забвение всего на свете ради ужина в уютной обстановке. Обстановка же, с помощью воспоминаний, помещает в картине с натурой обещание путешествия с другом, который из любви к нам не пожалеет сил, чтобы всколыхнуть нашу сонную жизнь, чтобы доставить нам живительное наслаждение, совсем не такое, какое мы могли бы получить благодаря своим собственным стараниям или благодаря светским увеселениям. Сейчас мы в его власти, мы готовы поклясться ему в вечной дружбе, хотя клятвы эти, рожденные в каменном мешке данного часа, в нем заключенные, уже завтра, пожалуй, что будут нарушены. И все же я без зазрения совести мог бы дать их сынулу, так как он имел мужество, мужество высшей степени благоразумное, а кроме того таившее в себе предчувствие, что дружбу углубить нельзя, назначить свой отъезд на завтра. Спускаясь с лестницы, я воскрешал в памяти донсьерские вечера. А когда мы вдруг очутились на улице, почти непроглядный мрак, в котором туман словно погасил фонари, еле видные только вблизи, отбрусил меня к одному из моих вечерних приездов в Комбре, когда городок был освещен лишь местами, и прохожие брели на ощупь по влажной, теплой, священной темноте, темноте ясель, в которой кое-где тускло горели фонари, светившие неярче церковных свечей. Между этим моим приездом в Комбре, год я точно не помню, и ревбельскими вечерами, которые я только что вновь увидел над занавесками, какая между ними огромная разница. Вживаясь в них, я приходил в восторг, и восторг этот мог бы быть плодотворным, если б никто не нарушил моего одиночества. Он отвел бы меня от окольного пути, которым я шел, бесполезно проводя время в течение нескольких лет, и которым мне еще предстояло идти, пока во мне не проявилось до тех пор невидимое призвание, историю коего представляет собой настоящее произведение. Если бы мое призвание обнаружилось в тот вечер, то экипаж, в котором я ехал, заслуживал бы более прочного запечатления в моей памяти, чем экипаж доктора Перспье на козлах, которого я сочинил краткое описание, как раз недавно мною отысканное, исправленное и напрасно посланное фигаро мартенвильских колоколин. Экипаж доктора Перспье В экипаже этого доктора, одного из вымышленных персонажей своих романов, Пруст заставил своего героя сделать первый литературный опыт — роман по направлению к Свану. Не оттого ли, что протекшие годы оживают для нас не в непрерывной последовательности день за днем, а в разрозненных воспоминаниях, погруженных в прохладу или в осеянность какого-нибудь утра или вечера, прячущихся под тенью укромного, отъединенного, неподвижного, установившегося глухого уголка природы, далекого от всего на свете, в силу чего не только постепенно происходящие внешние изменения, но и совершающиеся в наших мечтах и в нашем развивающемся характере, незаметно приводящие нас от одной поры жизни к другой, совершенно не похожей на прежнюю, стираются? Не оттого ли, когда мы оживляем воспоминания, относящиеся к иному времени, мы обнаруживаем между ними, из-за пробелов, из-за того, что существует обширная область забвения, как бы провал, разделяющий две неодинаковые вершины, как бы несравнимость воздуха и света. А между моими последовательными воспоминаниями о Камбре, Донсьере и Ривбеле, я чувствовал сейчас не только временное расстояние. Я чувствовал расстояние, какое должно бы существовать между разными мирами, где материя не одинакова. Если б я решился воссоздать в произведении искусство материал, из которого мне представлялись высеченными, мои самые неинтересные воспоминания о Ривбеле, мне пришлось бы прослоить розовым, сделать прозрачным и вместе с тем плотным, освежающим и звонким вещество, похожее на темный, шероховатый песчаник Камбре. Но тут Робер, сказав извозчику, куда ехать, усадил меня и сам сел в экипаж. Мысли, пришедшие мне в голову, рассеялись. Ведь это богини, которые изредка удостаивают своим посещением одинокого смертного на повороте или даже в комнате, когда он спит. Остановившись в дверях, они приносят ему благую весть. Но если мы с кем-нибудь вдвоем, они исчезают. Собираясь в кружок, люди их не видят. Я снова попал в плен к дружбе. Робер с самого начала предупредил меня, что на улице темно от тумана. Но пока мы с ним разговаривали, туман стал еще плотнее. Это была нелегкая дымка, которую я себе вообразил, будто она вьется над островом и окутывает госпожу Дестер Марья и меня. Отъедешь от фонаря на два шага, и он уже не светит, начинается тьма, такая же кромешная, как в открытом поле в лесу или, скорее, на влажном острове Британии, куда мне хотелось попасть. Я чувствовал себя затерянным на берегу какого-нибудь Северного моря, где двадцать раз очутишься на краю гибели, прежде чем доберешься до одинокого постоялого двора. Из желанного миража туман превратился в одну из напастей, с которыми надо бороться, так что не сбиться с дороги и доехать благополучно. Это стоило нам усилий и волнений, и, наконец-то, нам и овладела радость. Радость почувствовать себя в надежном укрытии, радость, совершенно незнакомая тем, кто не подвергался опасности, радость растерявшегося и два незаблудившегося путника. Но что чуть было не испортило мне удовольствие во время нашей рискованной поездки, удивив и рассердив меня, так это признание Сен-Лу. «Знаешь, я сказал Блоку, что ты его совсем уж не так горячо любишь, что, по твоему мнению, в нем есть что-то пошлое. Вот я какой. Я люблю все говорить на чистоту», — самодовольно заключил он тоном, не допускающим возражений. «Я был огорошен. Во-первых, я вполне доверял Сен-Лу, верил в то, что он мой преданный друг, а он обманул мое доверие, проболтавшись Блоку. Во-вторых, мне казалось, что Сен-Лу должны были бы удержать от этого как его достоинства, так и недостатки. Его чрезмерная благовоспитанность, в силу которой он из вежливости способен был на небольшое лукавство. Был ли его торжествующий вид тем притворным торжеством, каким мы прикрываем наше замешательство, признаваясь в поступке, который сами же считаем дурным? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу не сознавал, что поступает дурно? Свидетельствовал ли он о том, что Сен-Лу не умен, раз он считает добродетелью порог, которого я, кстати сказать, прежде за ним не замечал? Была ли то минутная вспышка гнева, который его подстрекал порвать со мной? Или же ему хотелось закрепить в памяти минутную вспышку гнева, который в нем вызвал Блок, и который подзуживал его сказать Блоку что-нибудь неприятное, даже подведя меня? Надо, впрочем, заметить, что когда он рассказывал о своем непорядочном поступке, лицо его пересекал отвратительный рубец, который я у него видел всего раз или два. Начинался он приблизительно посередине лица, и, доходя до губ, кривил их, придавая им отталкивающее выражение душевной низости, что-то почти звериное, мгновенно исчезавшее и, без сомнения, атовистическое. В таких случаях, повторявшихся у него, без сомнения, не чаще, чем раз в два года, происходило частично затмение его собственного «я» личностью кого-нибудь из его предков, отражавшейся в его чертах. На эту мысль наводили как самодовольный вид, так и слова «я люблю все говорить на чистоту». Они были одинаково противны. Мне хотелось сказать ему, что если ты любишь все говорить на чистоту, то когда тебе приспичит пуститься в откровенности, выбалтывай, что на душе у тебя, но не будь добродетелен за чужой счет, уж больно это дешево. Ну и экипаж остановился у ресторана, один только широкий, стеклянный, весь светившийся огнями, фасад которого и провязал тьму. Из ресторана лился такой уютный свет, что казалось, будто туман с угодливостью слуг, на чьих лицах отражается радость хозяина, указывает нам дорогу до самого тротуара. Многоцветный, самых нежных тонов он вел за собой, подобно тому, как огненный столб вел когда-то евреев. Речь идет о библейском эпизоде «Исходе евреев из Египта». Кстати сказать, среди посетителей было много евреев. Именно в этом ресторане давно уже собирались по вечерам Блок и его приятели, пьяневшие от поста, такого же строгого, как пост церковный, с той разницей, что церковный, по крайней мере, бывает всего раз в году, от ресторанной обстановки и от интереса к политике. Умственное возбуждение придает большой вес нашим привычкам и облагораживает их, а потому всякое более или менее сильное пристрастие сплачивает известный круг людей, относящихся друг к другу с таким уважением, какое каждый из них ценит превыше всего. Тут, хотя бы это было в провинциальном городишке, вы найдете помешанных на музыке. Их лучшее время, почти все их деньги уходят на концерты камерной музыки, на сборища, где говорят о музыке, на рестораны, где любители встречаются друг с другом и с оркестрантами. Увлекающиеся авиацией заискивают перед старым официантом, служащим в застекленном баре, взгромоздившемся на самый верх аэровокзала. Укрытый от бурь, словно в стеклянной клетке маяка, официант имеет возможность в обществе одного единственного авиатора, который сейчас не летает, следить за тем, как пилот делает мертвые петли, и как другой пилот, которого только что не было видно, неожиданно приземляется, шумно хлопая крыльями птицы-рок. Птицы-рок. Правильнее рух. Ох. Мифологический персонаж из арабских сказок «Тысяча и одной ночи». Фантастическое летающее существо огромного размера. Небольшой компанией, собиравшейся, чтобы навсегда запечатлелось и углубилось то, что она схватывала на лету, когда шел суд над Золя, полюбился именно этот ресторан. Когда шел суд над Золя, то есть в феврале 1898 года. Но на компанию косились, составлявшие другую часть посетителей ресторана, молодые дворянчики, завсегдатые соседнего зала, отделенного от первого тонким барьером, украшенным зеленью. Они считали Дрейфуса и его сторонников изменниками, хотя 25 лет спустя, за каковой строк старые веи не успели смениться новыми, и Дрейфусарство приобрело на расстоянии известную привлекательность, Сыновья этих самых дворянчиков, большевистовшие и вальсировавшие, отвечали интеллигентам, которые приступали к ним с расспросами, что, живи они в те времена, они, конечно, были бы за Дрейфуса. Даром, что знали они об его деле примерно столько же, сколько о графине Эдмон де Порталес, о маркизе де Галифе или о других светилах, угасшие в день их рождения. Ведь в тот туманный вечер, ресторанная знать, будущие отцы этих юных интеллигентов, Дрейфусаров задним числом, были еще не женаты. Правда, родители подыскивали каждому из них богатую невесту, но никто пока еще не был связан брачными узами. Существовавшие пока лишь в мечтах, чаемые многими выгодные браки, на примете было, правда, немало богатых невест, но все-таки число тех, кто зарился на богатое приданное, значительно превышало число богатых приданных. Пробуждали у этих молодых людей дух соперничества. К несчастью для меня Сен-Лу задержался. Он уговаривался с извозчиком, чтобы тот заехал за нами после ужина, и я направился к ресторану один. С вращающейся дверью я обращаться не умел, это была моя первая неудача, и боялся, что так и не выберусь. Для любителей более точного слова употребления заметим, что эта дверь-тамбур, несмотря на свой мирный внешний вид, называется дверью-револьверома, от английского revolving door. В тот вечер хозяин не решался высунуть нос снаружи, чтобы не промокнуть, а с другой стороны считал своим долгом встречать посетителей. И он встал у входа с удовольствием, слушая, как приезжающие весело жалуются на погоду, и глядя, как горят у них глаза от радости, радости людей, добравшихся с трудом и чуть-чуть не заблудившихся. Однако все улыбчивое его радушие исчезло, как только он увидел незнакомца, беспомощно кружившегося в стеклянной карусели. Это доказательство моего невежества было столь наглядно, что он нахмурился, как экзаменатор, который твердо решил не говорить «Дигнос эст интере» — достоин вступить. К довершению всего я проследовал в зал, отведенный для аристократии, но хозяин без всяких разговоров меня оттуда вывел, и грубым тоном, который сейчас же взяли со мной все официанты, указал место в другом зале. Тут мне не понравилось, главным образом потому, что на скамейке уже сидело много народу, а напротив меня была дверь для евреев, дверь не вращающаяся, и поэтому, когда ее поминутно отворяли или затворяли, то на меня отчаянно дуло. Но хозяин не захотел пересадить меня. «Нет, сударь», — отрезал он, — «я не могу из-за вас беспокоить всех». Впрочем, он скоро забыл о запоздалом и столь беспокойном посетителе, так его радовало прибытие каждого гостя, который, прежде чем спросить себе кружку пива, крылышко холодного цыпленка или стакан грога, должен был, как в старинных романах, внести свою лепту и поведать дорожные приключения, едва лишь он проникал в это теплое и безопасное убежище, где полная противоположность тому, от чего он укрылся, сразу приводит веселое настроение и завязывает товарищеские отношения, словно у белачного огня. Кто-то рассказывал о том, как его извозчик, вообразив, что они у моста согласия, три раза объехал дом инвалидов. Кто-то еще о том, как его экипаж, спускаясь по авеню Элисейских полей, застрял между деревьями на Ронпуэн, и три четверти часа не мог выбраться. За рассказами следовали жалобы на туман, на холод, на мертвую тишину улиц, но произносились и выслушивались эти жалобы с наизжизнерадостнейшим видом, вызывавшимся приятной атмосферой зала, где за исключением того места, где сидел я, было тепло, ярким светом, от которого жмурились глаза, привыкшие к тьме, и гулом голосов, выводившим из оцепенения слух. Прибывавшим не так-то легко было хранить молчание. Дорожные злоключения в силу своей необычности вертелись у них на языке, причем каждому казалось, что такие случаи могли произойти только с ним, и они искали глазами, с кем бы поговорить. Даже хозяин не соблюдал дистанцию. Принц де Фуа три раза заблудился, пока ехал от ворот святого Мартина. Не побоялся сказать он со смехом, как бы представляя адвокату-еврею аристократа, тогда как в любое другое время адвокат был отделен от аристократа преградой, через которую куда труднее было перескочить, чем через яму, заросшую по краям. Три раза это же надо, заметил адвокат, дотрагиваясь до шляпы. Принцу не пришлась по душе эта фраза, которой адвокат как бы напрашивался на знакомство. Принц де Фуа принадлежал группе аристократов, которая, по всей видимости, была способна только на дерзкие выходки, даже по отношению к знати, если эта знать была не самого высокого полета. Не ответить на поклон, если человек вежливо поклонился вторично, хихикать или злобно откидывать голову, делать вид, что не узнаешь пожилого человека, который хочет оказать тебе какую-нибудь услугу, пожимать руку и кланяться только герцогам и самым близким друзьям герцогов, с которыми герцоги их познакомили. Так вели себя эти молодые люди, и в частности принц де Фуа. Этот пошиб привела им распущенность, какой они отличались в ранней молодости. Даже молодые буржуа проявляют неблагодарность и ведут себя по-свински. Несколько месяцев не пишут сделавшему им доброе дело человеку по поводу кончины его жены, а потом, считая, что это самое простое в их положении, при встрече делают вид, что с ним не знакомы. Но в еще большей степени он являлся порождением снобизма чересчур утонченной касты. Правда, этот снобизм, похожий на иные нервные заболевания, которые с годами не так резко дают себя знать, обычно принимал менее воинственный характер у людей почтенного возраста, совершенно невыносимых в молодости. Мало кто из людей постаревших находит полное удовлетворение в заносчивости. Человеку казалось, что кроме нее на свете ничего нет. И вдруг, будь он хоть раз принц, оказывается, что есть еще музыка, литература, даже звание депутата. Происходит переоценка ценностей. Теперь человек сам заговаривает с людьми, которых он в былое время испепелял взглядом. Счастливы те, кто имел терпение ждать, и у кого, если можно так выразиться, достаточно хорошо устроен характер, чтобы в сорок лет быть довольным учтивостью и любезностью, сменившими жестокость, с какой их от себя отталкивали, когда им было лет двадцать. По поводу принца де Фуа, следует заметить, раз уж все равно мы о нем заговорили, что он принадлежал к компании, состоявшей то ли из двенадцати, то ли из пятнадцати молодых людей, и к еще более узкому кругу, в который входило всего четыре человека. Отличительная особенность компании из двенадцати или из пятнадцати человек, хотя принц в этом отношении как будто составлял исключение, заключалось в том, что каждый из этих молодых людей был существом двуликим. Они так запутались в долгах, что поставщики в грош их не ставили, что не мешало поставщикам получать большое удовольствие, когда они к ним обращались. Ваше сиятельство, маркиз, ваша светлость. Молодые люди надеялись выпутаться благодаря пресловутому выгодному браку, имевшему еще одно название — толстая сума. Но так как богатых приданных, коим они подбирались, было всего-навсего четыре или пять, то на одну и ту же невесту потихоньку целились с разных сторон. При этом тайна хранилась так строго, что когда один из друзей, придя в ресторан, объявлял, «Любезные друзья, вы мне так дороги, что таится от вас я не в силах, я помолвлен с мадемуазель Домбрезак», в ответ раздавались негодующие голоса, ибо многие, полагая, что у них самих все уже с ней на мази, не обладали силой и волей, необходимой для того, чтобы удержаться от восклицания, выражающего одновременно гнев и удивление. «Стало быть, тебя так разбирает охота жениться, Биби?» — вскричал принц де Шаталеро, роняя вилку от изумления и от отчаяния, ведь он уже был уверен, что помолвка мадемуазель Домбрезак скоро будет оглашена, но только с ним. Шаталеро. А его папенька, улучив минутку, бог знает, чего наговорил Амбрезаком про мамашу Биби. «Стало быть, тебе не втерпешь?» не удержался, чтобы вторично не подковырнуть Биби принц. Но Биби, подготовленный к таким вопросам, ибо с того дня, когда все это стало уже почти официально известно, прошло достаточно времени, чтобы обдумать, как себя держать, отвечал с улыбкой. «Я радуюсь не тому, что женюсь. Жениться у меня особого желания нет. Я радуюсь тому, что у меня будет такая жена, как Дезидомбрезак. На мой вкус она обворожительна». Пока Биби отвечал принцу де Шаталеро, тот успел переломить себя и решил, что надо как можно скорее перестроиться и атаковать мадемозель де Лаканурк или мисс Фостер, блестящие партии номер два и номер три, умолить ожидавших его женитьбы на Амбрезак кредиторов, чтобы они запаслись терпением, и в конце концов объяснить тем, кому он толковал о прелести мадемозель Дембрезак, что она хорошая пара для Биби, а что если б он на ней женился, то перессорился бы со всей своей семьей. Так, например, он уверял бы, что госпожа де Солеон даже не приняла бы их. Но если в глазах поставщиков, содержателей ресторанов и так далее, молодые люди мало что значили, зато когда двулики эти существа появлялись в свете, там о них судили не потому, насколько расстроены их состояния, и не по тем малопочтенным занятиям, за которые они брали, чтобы поправить его. Они опять становились князем таким-то, герцогом таким-то и ценились в зависимости от того, какая у кого родословная. Считалось, что герцог, почти миллиардер, у которого, казалось бы, каких только достоинств нет, все-таки ниже их, потому что в старину их предки являлись владительными князьями маленьких государств, где чеканились особые монеты и так далее. Часто в этом ресторане кто-нибудь из них опускал глаза, когда входил другой, чтобы можно было не здороваться друг с другом, дело заключалось в том, что тщетно пытаясь разобогатеть, он пригласил поужинать банкира. Если светский человек встречается таким образом с банкиром, это ему обходится в сотню тысяч франков, что не мешает светскому человеку встретиться потом с другим банкиром. Эти люди продолжают ставить в церквах свечи и советоваться с докторами. Но принц Дефуа, человек состоятельный, принадлежал не только к аристократической компании, состоявшей из полутора десятков молодых людей, но и к более замкнутому и неразлучному содружеству четырех, куда входил из Сен-Лу. Их никуда не приглашали поодиночке. Их прозвали четырьмя балбесами. Они всегда вместе гуляли, в замках их размещали в сообщающихся комнатах, а так как они все, как на подбор, были очень красивы, то поговаривали даже об интимной близости между ними. Что касается Сен-Лу, то я мог бы привести прямые доказательства лживости подобных слухов. Но замечательно вот что. Как выяснилось впоследствии, слухи эти оказались верны относительно всех четырех, но каждый из них ничего не знал про трех остальных. А между тем, каждый разузнавал про других, может быть, потому, что он чего-то добивался, а вернее всего, в нем говорило недоброе чувство. Ему хотелось расстроить брак, восторжествовать над разоблаченным другом. К четырем платоникам присоединился пятый, в такого рода четверках всегда бывает больше четырех человек, еще платоничнее прочих. Но его сдерживали религиозные убеждения, четверка же между тем распалась, он женился, стал отцом семейства, молился в Лурде о том, чтобы жена родила ему мальчика или девочку, а в промежутках бросался на военных. Лурд. Городок верхних пиренеев, место католического паломничества, так как, согласно церковной легенде, здесь в 1858 году было чудесное видение Богородицы двенадцатилетней девочки. Как ни был кичлив принц, то обстоятельство, что адвокат не обратился непосредственно к нему, несколько утешило его гнев. Да ведь и то сказать, этот вечер был какой-то особенный. У адвоката было не больше шансов завязать знакомство с принцем де Фуа, чем у извозчика, который доставил сюда этого важного барина. Вот почему принц счел возможным, хотя и с надменным видом и не глядя на адвоката, все-таки ответить ему. А тот, под пеленой тумана, был похож на путника, которого ты неожиданно встречаешь на краю света, у моря, где кружится ветер, или все накрыто саваном мглы. Не то страшно, что заблудился, а то, что не можешь выбраться на дорогу. Эта мысль поразила хозяина своей верностью, потому что в течение этого вечера ее высказывали уже несколько раз. Надо заметить, что у владельца ресторана была привычка сопоставлять то, что он услышал или вычитал, с каким-нибудь уже известным текстом, и он всякий раз приходил в восторг, если не обнаруживал разницы. Этим свойством ума пренебрегать не следует, проявляясь в политических разговорах или при чтении газет, оно-то и создает общественное мнение, и тем самым подготавляет величайшие события. Многие немцы, содержатели кофеин, обожавшие только своих посетителей и какую-нибудь газету, утверждая в эпоху Агадира, что Франция, Англия и Россия задирают Германию, подготовляли войну, которая, впрочем, так и не началась. В эпоху Агадира Речь идет об инциденте у этого марокканского порта. В 1910 году германская канонерка Пантера внезапно появилась в его водах, что чуть было не вызвало военного столкновения Франции с Германией. Пусть историки правы, что нельзя объяснять действия народов волей королей, но тогда они должны заменить ее психологией простого обывателя. В области политики владелец того ресторана, куда я приехал, с некоторых пор применял свои способности лишь к кое-каким статьям, связанным с делом Дрейфуса. Если он не находил знакомых выражений в речах посетителя или на газетных столбцах, он говорил, что статья скучнейшая, а что посетитель неискренен. А вот принц Дефуа сразу привел хозяина в такой восторг, что хозяин еле дослушал его. «Правильно, ваше сиятельство! Правильно!» Что по существу означало «вы, ваше сиятельство», повторили слово в слово. «Совершенно верно!» «Совершенно верно!» воскликнул он, достигнув до, как выражается в тысячи одной ночи, высот ликования. Но принц уже скрылся в маленьком зале. Потом, ведь жизнь берет свое даже после событий необычайных, выходившие из моря тумана, заказывали себе закуски или ужин. Среди них я увидел молодых людей завсегдата в Джокей Клоба. День был до того самотошный, что они по рассеянности заняли два столика в большом зале и благодаря этому очутились совсем близко от меня. Катаклизм был такой силой, что ему удалось установить даже между малым и большим залом, между всеми этими людьми, возбужденными ресторанным уютом после долгих блужданий по океану тумана, не распространявшуюся только на меня простоту отношений. Нечто подобное такой простоте, наверное, царило в Ноевом ковчеге. Вдруг я увидел, что хозяин подобострастно изогнулся в поклоне. Примчались все метродотели в полном составе, а посетители невольно обернулись. «Позовите Киприена, живо! Столик для его сиятельства Маркиза де Сен-Лу!» кричал хозяин. Для него Сен-Лу был не просто важным барином, к которому относились с большим уважением даже такие люди, как принц де Фуа, но еще и посетителям, живущим на широком ногу и оставляющим в этом ресторане изрядные суммы. Посетители большого зала с любопытством глазели, посетители малого наперебой зазывали к себе приятеля, все еще вытиравшего ноги. Направившись к малому залу, он увидел, что я в большом. «Господи, что ты здесь делаешь? Почему ты сидишь перед открытой дверью?» вскричал он и бросил бешеный взгляд на хозяина. Тот бросился затворять дверь свалив вину на официантов, ведь я же им сказал раз навсегда, эта дверь должна быть затворена. Чтобы подойти к Сен-Лу, мне пришлось побеспокоить тех, кто сидел за моим и за соседними столиками. «Зачем ты встал?» «Ты предпочитаешь ужинать здесь, а не в малом зале? Но ведь ты же здесь замерзнешь, бедняжка. Сделайте одолжение. Забейте эту дверь», сказал он хозяину. «Сию минуточек, ваше сиядство, посетители, которые захотят уйти, будут теперь проходить через малый зал, вот и все». Желая проявить особое усердие, хозяин отрядил для этого дела одного метра дотеля и нескольких официантов и громогласно объявил, что если они не заколотят дверь как следует, то на них обрушатся страшные кары. Теперь он был со мной исключительно любезен. Ему хотелось, чтобы у меня создалось впечатление, что он стал со мной любезен, как только я приехал, а не после появления Сен-Лу. И он еще боялся, как бы я ни подумал, что он так со мной мил, только ради своего давнего посетителя, богача и аристократа, а потому украдко улыбался мне, чтобы я воспринял эти его улыбочки как знак особой симпатии. Слова сидевшего за мной посетителя заставили меня обернуться. Вместо того, чтобы сказать «крылышко цыпленка», «прекрасный бокал шампанского», только не очень сухого, он сказал совсем другое. «Я бы предпочел глицерин». «Да, горячий». «Прекрасно». Мне захотелось взглянуть на этого аскета. Чтобы странный гурман не узнал меня, я сейчас же повернулся в сторону Сен-Лу. Оказалось, что это мой знакомый доктор, с которым советовался один из посетителей, воспользовавшийся туманом, чтобы затащить его в ресторан. Врачи, как и биржевики, говорят от своего имени. А я смотрел на Роберо и вот о чем думал. В этом ресторане, да и вообще в жизни, я видел много интеллигентных иностранцев, любителей разных искусств, людей, покорно сносивших насмешки над их причудливого покроя плащами, над их галстуками, какие носили в 1830-х годах, издевательства над их неуклюжестью и не только сносивших, а нарочно вызывавших глумление над собой, чтобы показать, что им оно безразлично, хотя все это были люди большого ума, высокой нравственности и вдобавок с тонкой душевной организацией. Они не нравились, особенно евреи, само собой, разумеется, евреи не ассимилировавшиеся, о других я не говорю, лицам, которые терпеть не могут никаких странностей и чудачеств. Именно за это Альбертина терпеть не могла Блока. Но те, кто поначалу сторонился их, в конце концов убеждали, что ненавидеть людей только за длинные волосы, за длинные носы, за большие глаза, за театральные порывистые жесты, просто смешно, что зато они люди очень умные, сердечные, что их нельзя не любить всем существом. В частности, у многих евреев родители отличались душевным благородством, широтой ума, прямотой, так что по сравнению с ними такие люди, как мать Сен-Лу или герцог Германский, во нравственном отношении являли собою убожество из-за своей черствости, из-за своей чисто внешней религиозности, возмущавшейся только чем-либо скандальным, причем то христианство, которое они исповедовали, отнюдь не мешало им, к этому их тайными путями приводил практически ум, а только такой ум они и ценили, вступать в наивыгоднейший брак по расчету. Ну, у Сен-Лу, у которого из сочетания недостатков его родителей выросли достоинства, надо всем царили пленительно открытый ум и пленительно открытое сердце. К чести Франции надо сказать, что если эти качества встречаются у чистокровного француза, будь то аристократ или простолюдин, они цветут так великолепно, слово буйно здесь не подходит, меры и границы этого цветения строго соблюдаются, как ни цветут ни у кого из иностранцев, хотя бы это был человек глубочайшей порядочности. Высокими умственными и душевными качествами обладают, понятно, представители других национальностей, и если даже в начале волей-неволей надо проходить через то, что не нравится в человеке, через то, что коробит, или через то, что вызывает снисходительную улыбку, от этого его достоинства не утрачивают свои ценности. И все же, до чего вворожительно это, пожалуй, чисто французское свойство, заключающееся в том, что создание прекрасное, прекрасное с точки зрения высшей справедливости, такое, которое много весит на весах ума и сердца, прежде всего радует взор, отличается прелестным цветом лица, правильностью черт, выявляет внутреннее свое совершенство в веществе и в форме. Глядя на Сен-Лу, я говорил себе, что хорошо, когда не неказистость служит предверием для внутренних достоинств, когда крылья носа изящный, безукоризненного рисунка, точно крылышки бабочек, садящихся на полевые цветы в окрестностях Комбре, что подлинным опус францыгенум, произведением французского искусства, тайна которого свято хранится с 13 века и который вечно будет жить в наших сердцах, являются не столько каменные ангелы святого Андрея Первозванного в полях, сколько молоденькие французы, дворяне, мещане, крестьяне, чьи лица изваянные с изяществом и простодушием, такими же традиционными, как на знаменитой паперте, но все еще незавершенными. Отлучившись, чтобы присмотреть за тем, как забьют дверь и как выполнят заказ на ужин, он очень настаивал на том, чтобы мы взяли говядинки, как видно, птица оставляла желать лучшего, хозяин скоро вернулся и сказал, что принц сдефуа очень просит его сиятельства позволить ему поужинать за одним из соседних столиков. Да они же все заняты, возразил Робера, глядев в столике, окружавший тот, за которым сидел я. Это не важно. Если вашему сиятельству будет угодно исполнить просьбу принца, то что мне стоит предложить этим господам пересесть? Мне бы только услужить вашему сиятельству. — Решай ты, обратился ко мне Сен-Лу, фуа славный малый, думаю, что ты с ним не соскучишься, он умнее многих. Я ответил Роберу, что фуа мне тоже, наверное, понравится, но что ведь мы сговорились поужинать вдвоем, и мне это доставит огромное удовольствие, вот почему я предпочел бы не приглашать фуа. — А какой у принца красивый плащ? — во время нашего совещания заметил хозяин. — Да, я видел, отозвался Сен-Лу. Я было хотел сообщить Роберу, что де Шарлю скрыл от своей невестки, что он со мною знаком, и спросить у него, как он думает, почему. Но тут вдруг появился принц де Фуа. Он пришел узнать, исполнена ли его просьба, и остановился в двух шагах. Робер познакомил нас, но сказал своему приятелю прямо, что ему надо со мной поговорить по секрету. Князь удалился, но, поклонившись мне, он присоединил к прощальному поклону улыбку, с которой он показал мне на Сен-Лу, как бы в пояснение, что краткость нашей встречи — это воля Сен-Лу, а что он охотно продлил бы ее. Но тут Робер, словно его внезапно осенило, устремился за своим товарищем. Сиди тут и принимайся за ужин. Я сейчас, сказал он, и с этими словами перешел в малый зал. Меня раздражали незнакомые мне шикарные молодые люди, рассказывавшие о молодом наследном принце Люксембургском, бывшем графе фон Нассау, с которым я познакомился в Бальбеке, и который так деликатно выразил мне сочувствие во время бабушкиной болезни, смехотворный и очень унизительный для него истории. Один из молодых людей уверял, будто бы принц сказал герцогине германской, «Я требую, чтобы при появлении моей жены все вставали», на что герцогиня будто бы ответила, «А уж это не только неостроумно, но и лишено всякого правдоподобия, потому что бабушка молодой принцессы всегда была воплощенной добродетелью, «Конечно, при появлении твоей жены все должны вставать, ради твоей бабушки мужчины ложились». Затем кто-то рассказал о том, как, приехав в этом году в Бальбек повидаться со своей теткой, принцессой Люксембургской, и остановившись в гранд-отеле, принц пожаловался директору, моему приятелю, что в его честь не вывешен люксембургский флаг, а между тем флаг этот был менее известен и гораздо реже вывешивался, чем английский или итальянский, так что к вящему неудовольствию молодого принца потребовалось несколько дней, чтобы его разыскать. Я не поверил ни единому слову во всей этой истории, но решил, когда буду в Бальбеке, расспросить директора отеля, чтобы окончательно убедиться, что это чистейшая выдумка. В ожидании Сен-Лу, я попросил хозяина сказать, чтобы мне дали хлеба. Сию минуточку, господин барон. Я не барон, шутливо, печальным тоном возразил я. Ах, извините, ваше сиятельство. Я не успел возразить ему и на это, после чего я, наверное, стал бы светлостью, верный своему обещанию скоро вернуться, в дверях появился Сен-Лу с широким вегоневым плащом принца на руке. Я понял, что он попросил этот плащ, чтобы я не мерз. Он издали сделал мне знак оставаться на месте и пошел в мою сторону, но чтобы он мог сесть, надо было передвинуть столик или должен был пересесть я. Сен-Лу спрыгнул на одну из обитых красным бархатом скамей, которые тянулись вдоль всего большого зала. Кроме меня на ней сидело не то трое, не то четверо знакомых с Сен-Лу молодых людей из Джокей-Клоба, не нашедших себе места в малом зале. Между столиками не очень высоко были протянуты электрические провода. Сен-Лу не растерявшись, перескочил через них так же ловко, как скаковая лошадь перескакивает через барьер. Мне было стыдно, что все это проделывается ради меня, только чтобы избавить меня от такого несложного движения, как пересаживание с места на место. И в то же время я восхищался той уверенностью, с какой вольтижировал мой друг. И не только я, это искусство вольтижировки вряд ли понравилось бы хозяину и метродотелям, если бы его проявил менее знатный и менее щедрый посетитель. Но Сен-Лу приковал их взоры. Так смотрят на скачках знатоки. Официант стоял, как в столбнике, держа в руках блюда, которого ждали сидевшие около него. Когда же Сен-Лу, вынужденный обойти своих приятелей, взобрался на спинку скамьи и, балансируя, пошел по ней, в глубине зала раздались негромкие аплодисменты. Наконец он дошел до меня, мгновенно остановился, так же точно рассчитав, как рассчитывает командир, которому нужно остановиться перед трибуной государя, наклонился и почтительным изящным движением протянул мне вегоневый плащ, а затем, сев рядом со мной, сам накрыл им точно легкой теплой шалью моих плечи. Вот что пока не забыл, сказал Робер, моему дяде Шарлю надо с тобой поговорить, я обещал, что ты придешь к нему завтра вечером. Я как раз собирался потолковать с тобой о нем, но завтра вечером я ужинаю у твоей тетки, герцогини германской. Да, завтра у Арианы кутешь. Меня не звали. Дядя Паламед предпочел бы, чтобы ты туда не ходил. Отказаться тебе неудобно? Во всяком случае, зайди к дяде Паламеду после, он очень хочет тебя видеть. К одиннадцати как раз успеешь, в одиннадцать часов не забудь, я ему передам. Он страшно обидчив, если ты не придешь, он рассердится. У Арианы пирушки кончаются не поздно, если ты намерен только поужинать, то к одиннадцати как раз успеешь к дяде. Мне бы тоже надо было повидать Ариану. Я хочу оставить службу в Марокко. В таких делах она человек на редкость обязательный. Генерал де Сен-Жозеф все для нее сделает, а зависит это от него, но тебе об этом ни слова. Я уже говорил с принцессой Пармской, все устроится и без нее. Марокко очень интересная страна. Я мог бы тебе много о ней рассказать. Люди там удивительно тонкие. Думаю, что не глупее нас. А как по-твоему, немцы станут воевать из-за Марокко? Нет. Хотя они озабочены марокканским вопросом, и, в сущности говоря, не без основания, но кайзер настроен миролюбиво. Немцы всегда делают вид, что стремятся к войне, а не думают, что так они заставят нас пойти на уступки. Это как в покеле. Князь Монакский, агент Вильгельма Второго, только что конфиденциально довел до нашего сведения, что если мы не уступим, Германия нападет на нас. Значит, мы уступим. Но если б мы не уступили, никакой войны не было бы все равно. Ты только подумай, какая чушь современная война. Она была бы более катастрофичной, чем потоп или Геттердаммерунг гибель богов. Разница та, что она не затянулась бы так надолго. Гибель богов опера Вагнера из тетралогии «Кольцо Нибелунга». Он говорил со мной о дружбе, о симпатии, о тяжести разлуки, хотя, как всякий странник, завтра он опять собирался уехать на несколько месяцев в деревню, а оттуда должен был приехать в Париж всего лишь на двое суток перед тем, как отправиться в Марокко или куда-нибудь еще. И все же от слов, которые он бросил в жар, каким горело в тот вечер мое сердце, загорались отрадные мечты. Наши с ним редкие встречи с глазу на глаз, и в особенности это образовали целый уголок в моей памяти. Для него, как и для меня, это был вечер дружбы, но боюсь, что дружеские чувства, какие я тогда к нему испытывал, и к которым именно по этой причине примешивалось нечто похожее на угрызение совести, были несколько иного свойства, чем те, какие ему хотелось пробудить во мне. Еще весь полный восхищения, с каким я следил за его курт с галопом, и за тем, как грациозно приближался он к намеченной цели, я чувствовал, что это восхищение вызвано тем, что каждое его движение вдоль стены на скамье подсказывалось, объяснялось, быть может, натурой самого Сенлу, но в еще большей мере его происхождением и воспитанием, его породой. Благодаря верности вкуса, не в области прекрасного, а в области поведения, человек светский, в самых непредвиденных обстоятельствах, мгновенно улавливает подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую ему вещь, какие чувства нужно сейчас выразить, с помощью каких движений, и безошибочно выбирает и применяет технические приемы. Кроме того, верность вкуса дает светскому человеку возможность проявлять его, не руководствуясь посторонними соображениями. А ведь именно эти соображения сковывают стольких молодых буржуа, во-первых, потому что они боятся, как бы их не подняли насмех за несоблюдение приличий. А во-вторых, потому что им не хочется показаться своим друзьям чересчур уж угодливыми, тогда как у Робера посторонние соображения уступали место пренебрежительности. И хотя она, конечно, была чужда его сердцу, но его телу она досталась по наследству, и благодаря ей пошиб предков приобретал у него непринужденность, с точки зрения предков обвораживающую и лестную для того, с кем он держал себя непринужденно. Наконец, в силу благородной щедрости, не придававшей никакого значения материальным ценностям, Сен-Лун оставлял в этом ресторане так много денег, что это создало ему славу здесь и в других местах самого желанного посетителя, и сделало всеобщим любимцем, о чем можно было судить по предупредительному отношению к нему не только слуг, но и всего цвета молодежи. Он попирал их так же, как попирал фактически и символически эти обитые красным бархатом скамейки, по которым он шел, как по великолепной дороге, привлекшей моего друга лишь тем, что по ней с наибольшей грациозностью и скорее, чем по какой-либо другой можно было добраться до меня. Таковы были чисто аристократические свойства, которые, просвечивая сквозь это тело, не темное и непроницаемое вроде моего, но мыслящее и прозрачное, как проступают в произведении искусства, создавшее его творческая сила и мастерство, сообщали легкой пробежке Робера вдоль стены загадочную прелесть, какой отличаются позы всадников на фризе. Увы, мог бы подумать Робер, стоило ли мне с самых молодых лет быть выше сословных предрассудков, не ценить в человеке ничего, кроме чувства справедливости и ума, отвергать навязываемых мне товарищей и дружить с плохо одетыми увольнями, если только они были интересными собеседниками, коль скоро единственное существо, которое, как мне представлялось, раскрылось во мне самом и о котором люди обычно хранят самое светлое воспоминание, оказалось не тем, которое, по моему подобию, извояла моя воля, заслуженным венцом ее усилий, оказалось не моим произведением, даже не мной, а тем, что я всегда презирал и старался преодолеть в себе. Стоило ли мне так беззаветно любить моего самого близкого друга, коль скоро наивысшую радость я доставил ему в гораздо большей степени общими, чем личными моими чертами, коль скоро наивысшая радость является для него не то, что он называет радостью дружбы и во что в глубине души не верит, а радость интеллектуальная, бездушная, своего рода эстетическое наслаждение. Боюсь, что иной раз ему приходили такие мысли. Но он ошибался. Если бы идеалом Сен-Лу была врожденная гибкость его тела, если бы он давным-давно не вытравил в себя барскую спесь, то в самой его ловкости было бы больше выделанности и тяжеловесности, а в обхождении высокомерной вульгарности. Подобно тому, как Маркизе де Виль Паризи надо было быть очень серьезной, чтобы и в беседах ее, и в мемуарах чувствовалось легкомыслие, а ведь легкомыслие всегда рассудочно, так для того, чтобы тело Сен-Лу стало насквозь аристократичным, аристократизму надо было выветриться из его мыслей, устремленных к более высоким предметам, и пропитав его тело, проступить в нем неосознанными благородными очертаниями. Вот почему умственное изящество сочеталось в нем с изяществом физическим, а если бы он не отличался умственным изяществом, то его физическое изящество было бы несовершенным. Чтобы мысли художника отразились в его произведении, ему незачем высказывать их прямо. Доля истины есть в словах о том, что высшая хвала Богу — это отрицание атеиста, по мнению которого творение столь совершенно, что может обойтись без творца. И еще я хорошо знал, что я любовался не только произведением искусства, когда смотрел на юного бегуна, ковром развернувшего свой бег вдоль стены. Юный принц, потомок Екатерины де Фуа, королевы наварской, внучки Карла VII, от которого Сен-Лу ушел ради меня, знатности богатства, которые он повергал к моим ногам, чванные статные предки, оживавшие в уверенности и ловкости движений, в заботливости, с какой он окутывал мое зябкое тело в вегоневый плащ. Разве все это не входило, так сказать, в число его друзей, более старинных, чем я? Друзей, которые, как я мог думать, всегда стоят между нами, но которых он на самом деле, напротив, приносил мне в жертву. Сделать же такого рода выбор можно только глядя с высоты умственных запросов, обнаруживая эту неограниченную свободу, воплощением которой были движения Робера и без которой немыслимо прочная дружба. Екатерина де Фуа 1470-1517 годы королева Наварре с 1483 года. Вообще род Фуа очень древний, его расцвет приходится на 11-15 века. Карл VII французский король с 1422 по 1461 годы. Его дочь Мадлена была замужем за одним из членов семьи де Фуа Гастоном. Сколько в непринужденности германтов, в отличие от душевного изящества Робера, у которого пренебрежительность наследственная, чисто внешняя, превратившаяся в неосознанное стремление обворожать, прикрывала неподдельную скромность, было пошлой спеси. В этом я мог удостовериться не на примере де Шарлю, потому что дурные черты его характера, в котором я пока еще плохо разбирался, наслаивались на аристократические привычки, а на примере герцога Германского. Но и в его облике, который когда-то произвел такое неприятное впечатление на мою бабушку, встретившуюся с ним у маркиза де Виль-Паризи, сохранились остатки древнего величия, которые я разглядел, придя к нему ужинать на другой день, после того, как мы с Сен-Лу провели вместе вечер. Эти остатки древнего величия не открылись мне ни у него, ни у герцогини, когда я видел их у маркиза де Виль-Паризи. Так же, как увидев Берма впервые, я не понял, в чем разница между ней и другими актрисами, хотя ее отличительные черты были неизмеримо легче уловимы, нежели отличительные черты светских людей. Ведь особенности светских людей становятся четче, по мере того, как более реальными, более доступными для понимания становятся сами люди. Но как не трудно схватить оттенки в высшем обществе? До того трудно, что когда такой правдивый художник, как в Сент-Беофф, задался целью показать, что отличало салон госпожи Жофрен от салона госпожи Рекамье, а салон госпожи Рекамье от салона госпожи де Буань, то они оказались у него такими похожими, что основной вывод, который можно сделать, вопреки воле автора из его изысканий, заключается в следующем салонная жизнь у Бога. Тем не менее, как это вышло у меня из Берма, когда германты стали мне безразличны, и когда мое воображение уже не превращало в пар капельку их свои обычаи, я, несмотря на то, что она была совсем незаметна, мог подобрать ее. Сент-Беофф задался целью показать. Пруст имеет в виду литературные очерки Сент-Беоффа 1804-1869 годы, посвященные прославленным литературным аристократическим салонам второй половины 18-го середины 19-го века. Марии Терезе Жоффрен 1699-1777 годы, Жанны Франсуазе Рекамье 1777-1849 годы, Луизе де Буань 1781 1866 годы. На вечере у тетки герцогиня ничего не сказала мне о своем муже. Но так как до меня дошли слухи о разводе, то я затруднился бы сказать, будет ли он с нами ужинать. Что сомнения мои были напрасны, в этом я уверился мгновенно, так как среди лакеев, стоявших в передней, и должно быть, ведь до этого вечера я был для них почти то же, что дети столера, то есть, может быть, они относились ко мне с большей симпатией, чем и хозяин, но они были убеждены, что я к нему не вхож, старавшихся найти причину этой перемены, я увидел герцога разыгрывая искренность. Позвольте вас освободить от вашего добришка. Герцогу казалось, что просторечие в его устах звучит простодушно и забавно. Жена слегка побаивалась, что вы нас обманете, хотя вы говорили, что вам этот вечер удобен. Мы еще утром говорили друг другу, он не придет, вот увидите. Герцогиня германская оказалась права. Залучить вас не так-то просто, и я был уверен, что вы нам натянете плохой муж, грубый в обращении с женой, как говорили о герцоге, он, подобно злым людям, которым бывает особенно благодарны за доброту, вызывал чувство благодарности за слова герцогини германская, которыми он словно осенял ее крылом, чтобы она составляла с ним единое целое. Почитая своим долгом сопровождать меня, герцог фамильярным жестом взял меня за руку и повел в гостиной, то или иное ходовое выражение может нравиться в устах крестьянина, коль скоро оно сказано со старинным местным обычаем, коль скоро это след исторического события, даже если об этом обычае или событии ничего не слыхал тот, кто это выражение употребляет. «Точно точно так же любезность герцога германского, которую он проявлял ко мне весь вечер, пленила меня как пережиток нравов многовековой давности, нравов главным образом 17 века. Нам представляется, что люди давно прошедшего времени бесконечно далеки от нас. Мы считаем, что с нашей стороны было бы слишком большой смелостью искать в их внешних проявлениях скрытый смысл. Когда мы обнаруживаем у кого-нибудь из героев Гомера чувства, до известной степени похожие на те, что испытываем мы, или когда мы читаем о том, какой хитроумный тактический прием применил Ганнибал в битве при Каннах, подставив под удар свой фланг, чтобы внезапно окружить противника, то это нас поражает. Мы уверяем себя, что этот эпический поэт и этот полководец также нам далеки как далеки звери, которых мы видели в зоологическом саду. Равным образом, когда мы находим учтивые выражения в письмах придворных Людовика XIV к людям низшего звания, которые ничем не могли быть им полезны, то эти выражения нас изумляют, потому что они вдруг открывают нам у этих вельмож целый мир убеждений, которые они никогда прямо не высказывали, но которые управляли ими, в частности, убеждения, что из вежливости необходимо надевать личины, и что нужно с величайшей добросовестностью исполнять то, чего требует любезность. Этой воображаемой отдаленностью прошлого, быть может, отчасти объясняется то, что даже большим писателям мерещилась несравненная красота в произведениях таких посредственных мистификаторов, как «Оссиан». Имеются в виду поэмы «Оссиана», блестящая мистификация Джеймса Макферсона 1736-1796 годы, опубликованная в 1760 году. Нас удивляет, что у древних бардов могли быть нынешние представления, и мы приходим в восторг, когда обнаруживаем в песне, принимаемой нами за старинную гаэльскую песню, мысль, которая, найдем ее у писателя современного, показалась бы нам не более чем остроумной. Гаэльская, то есть написанная на одном из кельтских языков. Талантливому переводчику, который более или менее точно воссоздает кого-либо из древних, стоит лишь вставить в его произведение что-нибудь такое, о чем будь оно подписано именем современного писателя и напечатано отдельно, в лучшем случае говорили бы, что это мило, вставкой он сразу придает волнующее величие своему поэту, заставив его играть на клавиатуре нескольких столетий. Если эту книгу издать как оригинальное произведение переводчика, ее признают посредственной, но если выдать ее за перевод, то ее воспримут как вещь гениальную. Прошлое не испаряется, оно прочно стоит на месте. Несколько месяцев спустя, после начала военных действий, на них все еще могут влиять законы, принятые после длительного обсуждения до войны. Пятнадцать лет спустя, после того, как было совершено загадочное преступление, следователь может раскрыть факты, и эти факты прольют на преступление свет, более того, по прошествии ряда столетий, изучающий топонимию и местной обычаи в дальней стране, может набрести на легенду гораздо более древнего происхождения, чем христианство, легенду, которую уже не понимали, а то и вовсе забыли во времена Геродота, и которая все еще живет среди настоящего, в названии скалы, в религиозном обряде, как некая наиболее плотная, древняя и неистребимая эманация. Подобного рода эманация, правда, не такая стародавняя, эманация придворной жизни, была не в манеры герцога германского, часто вульгарных, а в духе, руководившем его манерами. Мне еще предстояло насладиться ею, как старым запахом в гостиной. Дело в том, что в гостину я попал не сразу. Уходя из передней, я сказал герцогу германскому, что мне очень хочется посмотреть его собрание картин Эльстира. Пожалуйста. А вы с Эльстиром друзья? Жаль, я не знал. Мы с ним хоть и не коротко, но знакомы. Он человек обаятельный, как говорили наши отцы, порядочный. Я бы мог попросить его сделать нам честь отужинать у нас. Ему, наверное, было бы так приятно провести вечер с вами. В герцоге было очень мало старорежимного, когда ему, как, например, сейчас, хотелось произвести соответствующее впечатление, а когда он к этому совсем не стремился, тут-то оно в нем и проступало. Спросив, хочу ли я посмотреть картины Эльстира сейчас, он повел меня к ним, из учтивости отходя в сторону перед каждой дверью и извиняясь, когда, чтобы показать мне дорогу, он вынужден был пройти вперед. Такая сценка, со времен Сен-Симон, рассказывающего о том, как один из предков германтов принимал его у себя со столь же неукоснительным соблюдением суетных светских приличий, прежде чем разыграться между нами, наверное, разыгрывалось многими германтами перед многими гостями. Когда же я выразил большое желание постоять одному перед картинами, герцог, сказав, что он идет в гостиную, скромно удалился. Оставшись наедине с картинами Алистира, я совершенно забыл об ужине. Опять, как в Бальбеке, передо мной были отдельные части мира неведомых красок, в котором отражалось особое видение, свойственное именно этому великому художнику, и о котором великий художник ничего не сумел бы рассказать. Висевшие на стене картины, написанные одинаково мастерски, были как бы светящимися проекциями волшебного фонаря, который представляла собой голова художника, и необычайность которого не открывалась вам до тех пор, пока вы знали художника только как человека, иначе говоря, пока вы видели только фонарь с лампой, но без цветных стеклышек. Наибольший интерес вызывали у меня как раз те картины, которые казались светским людям особенно странными, потому что они воссоздавали обман зрения, доказывающий, что мы не узнали бы предметов, если бы не прибегали к помощи умозаключений. Как часто, когда мы едем в экипажи, нам видится светлая улица, начинающаяся в нескольких метрах от нас, а в действительности перед нами только ярко освещенная часть стены, и она-то и создала это обманчивое ощущение глубины. Нелогичнее ли тогда, отказавшись от ухищрений символизма, честно возвратившись к самым истокам наших впечатлений, представлять один предмет при посредстве другого, который мы при молнии и вспышке первоначальной иллюзии приняли за него? Поверхность и объемы на самом деле не зависят от названий предметов, которые дает им наша память, как только мы узнаем их. Эльстир пытался оторвать от того, что он чувствовал, то, что он знал. Его усилия часто бывали направлены к тому, чтобы разъять совокупность умозаключений, которую мы называем зрением. Светские люди, возмущавшиеся такими мерзостями, недоумевали, как может Эльстир восхищаться Шарденом, Перонно и другими художниками, которых любили они. Шарден Жан-Батист 1699-1779 годы Французский художник-реалист, мастер жанровой живописи Перонно Жан-Батист 1715-1783 годы Французский художник и гравер работал преимущественно в жанровой живописи. Они не понимали, что Эльстир проделал над действительностью, оставив на некоторых изысканиях печать своей личности, ту же самую работу, что и Шарден или Перонно и что, следовательно, в перерывах между занятиями и живописью он восхищался в их творчестве поисками, которые они вели в одном направлении с ним, восхищался как бы эскизами к своим картинам. Но светские люди не прибавляли мысленно к творчеству Эльстира перспективу времени, благодаря которой они любили картины Шардена или, во всяком случае, благодаря которой это было для них зрелище неутомительное. А ведь старикам могла бы, кажется, прийти в голову вот какая мысль. Чем дольше живут они на свете, тем все уже становится пропасть, разделяющая то, что прежде они считали шедевром Энгра, и то, что, по их тогдашнему мнению, во все века будет мерзостью, например, Олимпия Моне, и что, в конце концов, обе эти картины покажутся близнецами. Энгр Жан-Агюст Доминик 1780-1867 годы Французский художник, большой мастер не колорита, а рисунка, изящный, но несколько холодноватый. Олимпия Моне Эта картина Моне была выставлена в 1863 году. Персонажи Пруста сопоставляют ее со знаменитой картиной Энгра Адалиска 1814 год, близкой по сюжету и по композиции Олимпии. Но такого рода уроки обычно не идут нам на пользу, так как мы не умеем делать обобщение и так как мы раз навсегда затвердили себе, что между нашим жизненным опытом и жизненным опытом наших предков ничего общего нет. Меня озадачило, что на двух картинах, более реалистических, чем другие, относившихся к ранней паре Эльстира, был изображен один и тот же господин. На одной картине во фраке, у себя в гостиной, на другой в пиджаке и цилиндре, на народном гулянье у реки, куда, судя по всему, он пришел неизвестно зачем. Эти две картины свидетельствовали о том, что он был для Эльстира не просто обычной натурой, но другом, быть может, покровителем, которого он любил писать. Так некогда Карпатчо писал, удивительно похоже, венецианских важных особ. Так Бетховен доставлял удовольствие надписывать над своими любимыми произведениями дорогое ему имя эрцгерцога Рудольфа. Карпатчо писал венецианских важных особ. Виттори Карпатчо 1450-1525 годы итальянский художник венецианской школы действительно оставил несколько портретов знатных венецианцев, а также вводил их изображения в свои многофигурные композиции. Был что-то пленительное в этом народном гулянье. Река, женские наряды, парусолодок, бесчисленные отражения нарядов и парусов. Все это умещалось в квадрате картины, который Эльстир вырезал из чудного полуденного часа. Что ласкало взор в платье женщины, решившей пропустить один танец, так как она изнемогала от жары, и чтобы отдышаться, то переливалась такими же самыми цветами на полотне неплескавшегося паруса, на воде у маленькой пристани, на деревянном помосте, на листьях деревьев и на небе. Как на картине, которую я видел в Бальбеке, больница под лазоревым небом, не менее прекрасная, чем собор, но только более смелая, чем Эльстир теоретик, Эльстир человек с тонким вкусом, влюбленный в средневековье, казалось, сама себя выславляла, нет готики, нет зодческого искусства, бестильная больница ничем не хуже знаменитого портала, так сейчас мне слышалось, вульгарноватая дамочка, на которую гуляющий дилетант и не взглянул бы, которую он изъял бы из поэтической картины, созданной для него природой, тоже прекрасна. ее платье облито тем же светом, что и парус, и вообще на земле не существует вещей более прелестительных и менее прелестительных. Обыкновенное платье и парус, красивый сам по себе, это два зеркальных отражения одного и того же отблеска, всему придает ценность глаз живописца. А живописцу удалось навсегда остановить часы на светозарном этом мгновении, когда даме стало жарко и она решила отдохнуть от танцев, когда дерево обвело себя тенью, когда паруса словно заскользили по золотистому лаку. Но именно вследствие того, что мгновение с такой силой давило на нас, неподвижное это полотно создавало впечатление быстролетности. Чувствовалось, что дама сейчас отсюда уйдет, лодки уплывут, тень перейдет на другое место, настанет ночь, что увеселения кончаются, что жизнь проходит и что мгновения, показанные при помощи такой богатой цветовой гаммы, не повторяются. Я узнавал еще одно обличье, правда, совсем не похожее на это, все того же мгновения, когда рассматривал в этой самой комнате одни из первых работ льстира, написанные на мифологические темы акварели. Передовые светские люди доходили до этой его манеры, но не дальше. Конечно, это было не лучшее из того, что он сделал, но увлеченность художника преодолевала холодность сюжета. Так, например, музы были им изображены существами, принадлежавшими какому-то виду ископаемых, жившему, однако, в мифологические времена, когда не диво было встретить их на горной тропе, по которой они шли вдвоем или втроем. На иных картинах поэт из породы существ для зоолога, особый, одной из характерных черт которой является бесполость, гулял с музой. Так, в жизни существа разных, но дружественных видов общаются друг с другом. На одной из акварелей был изображен поэт, который так устал от ходьбы по горам, что кентавр пожалел его и понес на закорках. На других широкий вид. Среди этой шире мифологические сцены легендарные герои занимали очень небольшое место и были как бы затеряны. От горных вершин до моря художник выписал с такой точностью, что можно было определить не только час, но даже минуту, которую он запечатлел, до того ясно представлял он себе, где именно в это время должно находиться заходящее солнце и до того верно передал пробегавшие тени. Так, выхватив из символического мифа мгновения некую историческую реальность, жившую в мифе, художник пишет его, повествует о нем в прошедшем времени совершенного вида. Оттого, что на фоне пейзажа происходило действие легенды, пейзаж приобретал совершенно особое значение, он становился ее современником, миф приурочивал пейзаж к определенной эпохе, он увлекал за собой своих свидетелей, небо, солнце, горы, в далекое прошлое, и уже из глубин этого прошлого они представали похожими на теперешнее. Он откатывал морские волы, на которые я смотрел в Бальбеке во тьму веков. Мне думалось, этот закат, этот океан, волны которого я, стоит мне захотеть, смогу увидеть вновь из окна отеля или же со скалы, они и есть та декорация, особенно если ее авосточивает летнее освещение, на фоне которой Геркулес убил Лернийскую Гидру, а в Акханке растерзали Орфея. И так уже во времена незапамятные, когда жили цари, чьи дворцы ныне отыскивают археологи, во времена, когда мифология сотворила своих полубогов, море вечерами набегало на берег с той самой жалобой, которая так часто будила во мне тревогу, столь же смутную, как эта жалоба. И когда я в конце дня гулял по набережной, море, занимавшее огромную часть открывавшейся передо мной картины, в которую современность вторгалась множеством таких строений, как, например, эстрада для музыкантов или казино, было то самое море, которое видел Арго, море доисторическое, и только от того, что я привносил в него нечто чуждое ему, оно становилось морем нынешним. Только потому, что я вдвигал его в час моих ежедневных наблюдений над ним, я улавливал в нем звук, родственный тому печальному гулу, который послышался Тезею. Пока я рассматривал картины Эльстира, меня ласково баюкал непрерывный звон колокольчика, возвещавший о приходе гостей. Воцарившаяся потом надолго тишина в конце концов вызвала меня из задумчивости, правда, не так внезапно, как будет Бартоло, тишина, наступающая после пения Линдора. После пения Линдора этим именем обычно называли влюбленного в испанской комедиографии. В севильском цирюльнике Бомарше под этим именем граф Альмавива поет свой романс под балконом Розины. Я испугался, что обо мне забыли, что уже сели за стол и быстрым шагом пошел в гостиную. У двери комнаты, где был развешан Эльстир, стоял ждавший меня слуга, то ли седой, то ли напудренный, похожий на испанского министра, и тем не менее оказавший мне знаки почтения, какие оказывают королю. По его виду я понял, что он ждал бы меня еще час, и с ужасом подумал о том, как из-за меня задержался ужин, и с еще большим ужасом о том, что я обещал к одиннадцати часам быть еще у де Шарлю. Испанский министр повел меня в ту гостиную, по дороге я встретил лакея, которому делал гадости привратник, и который, когда я спросил, как поживает его невеста, просиял от радости, и сказал, что завтра у нее и у него свободный день, и они проведут его вместе, а затем начал расхваливать доброту ее светлости, где должен был находиться герцог, и я боялся, что он на меня сердится. Но он был со мной приветлив, правда, эта приветливость была, по всей вероятности, отчасти наигранная, приветливость из вежливости, однако была в ней доля искренности, во-первых, герцог сам проголодался, а во-вторых, ему не давало покою мысль, что и гости испытывают такое же нетерпение, а гости все были в сборе. Потом я узнал, что меня действительно ждали почти три четверти часа. Герцог германский очевидно решил, что продлив общую пытку на две минуты он не усилит ее, а что приличия, в силу каковых он так надолго отдалил приглашение к столу, будут соблюдены до конца, если он не прикажет подавать немедленно. Отсюда я сделаю вывод, что не опоздал и никого не заставил ждать. Вот почему он задал мне вопрос, словно до ужина оставался еще целый час, и словно кое-кто из гостей еще не приехал, понравился ли мне Эльстир. А чтобы не терять больше ни секунды, он, тщательно скрывая муки голода, начал вместе с герцогиней знакомить меня с гостями. Тут только я обратил внимание, что вокруг меня, меня до сего времени, салон госпожи Сван не в счет, привыкшего дома в Комбре и в Париже к покровительственному или настороженному отношению мещанок с кислыми лицами, смотревших на меня как на мальчика, произошла перемена декораций, подобная той, что вдруг вводит Парсифаля в общество дев цветов. Эпизод из оперы Вагнера Парсифаль Когда герой попадает в замок волшебника Клинксора Действие второе Дамы в платьях с большим вырезом тело у них проглядывало сквозь обвивавшую его ветку мимозы или между широкими лепестками розы изливали на меня потоки долгих ласковых взглядов, словно говоривших, что только стыдливость мешает им поцеловать меня. Многие из них были, однако, глубоко порядочные женщины. Многие, но не все, и даже самые добродетельные из них, не испытывали кветреным той брезгливости, какую вызвали бы они у моей матери. В мире германтов на шалости, которые позволяли себе дамы и которые, против очевидности, отрицали их в святой жизни подруги, смотрели сквозь пальцы. Здесь самое важное было поддерживать светские знакомства. В этом мире притворялись, будто не знают, что хозяйка такого-то дома женщина доступная, боявшаяся одного, как бы не пала тень на ее салон. Герцог не слишком церемонился с гостями, он ничего уже не мог подчеркнуть у них, а не у него, но зато очень ухаживал за мной. Преимущества перед ними, которые он мне приписывал, внушали ему нечто вроде уважения, с каким относились придворные Людовика XIV к министрам буржуа. А потому он, видимо, рассуждал так. Тот факт, что я не знаю его гостей, не имеет никакого значения, по крайней мере, для меня. И в то время, как я старался ради него произвести на них самое лучшее впечатление, он был озабочен тем, какое впечатление произведут они на меня. В самом начале, однако, произошло два небольших недоразумения. Как только я вошел в гостиную, герцог германский, даже недав мне поздороваться с герцогиней, подвел меня, как бы желая сказать этой особе приятный сюрприз, и, словно говоря ей, вот ваш приятель, я притащил его к вам за шиворот к небольшому росту даме. А дама, еще до того, как я, подталкиваемый герцогом, подошел к ней, многозначительно заулыбалась мне своими большими черными ласковыми глазами, так, как мы улыбаемся старому знакомому, который, может быть, не узнал нас. Я и правда не узнал ее, и не мог припомнить, кто она такая, а потому, продвигаясь вперед, я не смотрел на нее, чтобы не улыбаться ей в ответ, пока нас с ней не познакомят, и недоразумение не выяснится. Дама продолжала держать улыбку, с которой она смотрела на меня, в состоянии неустойчивого равновесия. Ей словно хотелось поскорее согнать ее с лица, едва я успею произнести, ах, какая приятная встреча, мама будет так рада. Мне не терпелось узнать ее имя, а ей хотелось, чтобы я с ней наконец поздоровался, как со своей знакомой, и чтобы наконец можно было убрать с лица эту затянувшуюся, как соль диез, улыбку. Но герцог германский не справился со своей задачей, по крайней мере, с моей точки зрения. Я услышал, как он произнес мое имя, но не ее. И я так и остался в неведении, кто же эта псевдо-незнакомка, которая не догадалась сама назвать себя. Настолько были для нее ясны, в такой же мере, как для меня темны, основы нашей с ней близости. И в самом деле, как только я подошел к ней, она не протянула мне руки, а сама непринужденным жестом взяла меня за руку и заговорила так, как будто нас с ней связывают приятные воспоминания. Она заговорила об Альдере, насколько я понял, об ее сыне, о том, как он будет жалеть, что не смог сюда прийти. Я старался припомнить, кого из моих друзей зовут Альбер, но кроме Блока никого так не звали, она не могла быть матерью Блока по той простой причине, что мать Блока несколько лет назад умерла. Я тщательно напрягал память, чтобы постичь, что же все-таки связывает нас с ней в прошлом, ожившем перед ее мысленным взором. Я не мог углядеть это и в полупрозрачном Агате, ее больших ласковых зрачков, пропускавших только улыбку. Вот так же неясно мы видим пейзаж сквозь черное стекло, даже если оно горит от солнечного света. Она спросила, не очень ли устает мой отец, не пойду ли я в театр с Альбером, лучше ли я себя чувствую? Но мои ответы брели в темноте, и только на один из ее вопросов я ответил внятно, признавшись, что сегодня мне не здоровится. Тогда она придвинула мне стул и вообще оказала столько знака внимания, сколько не оказывал мне никто из знакомых моих родителей. Наконец, меня вывел из недоумения герцог. Она нашла, что вы прелестны, шепнул он мне, поразив мой слух. Эту фразу я уже слышал. Ее произнесла маркиза Девиль Паризи в разговоре с бабушкой и со мной после того, как мы познакомились с принцессой Люксембургской. Тут я все понял. Эта дама не имела ничего общего с принцессой Люксембургской, но по обороту речи того, кто преподносил ее мне как на блюде, я определил породу животного. Это было ее высочество. Она понятия не имела ни о моей семье, ни обо мне, но она была из высшей знати, неслыханно богата, дочь принца Пармского. Она вышла замуж за своего дальнего родственника, тоже принца, и хотелось из благодарности к творцу показать своим ближним, как бы ни были они бедны и к какому бы захудалому роду ни принадлежали, что она их не презирает. Откровенно говоря, я должен был об этом догадаться по ее улыбке, ведь на моих глазах принцесса Люксембургская покупала на пляже хлебцы и ржаной муки и угощала мою бабушку с такой улыбкой в зоологическом саду кормят козочек. Но ведь это была всего лишь вторая принцесса крови, встретившаяся на моем пути, так что мне можно было простить мое неумение подмечать проявление любезности, общие у высоких особ. Впрочем, разве сами эти высокие особы не давали мне понять, чтобы я не принимал их любезность за чистую монету? Разве герцогиня германская, высшей степени приветливо махавшая мне рукой в опере, не злилась, когда я здоровался с ней на улице? Разве не уподоблялась она людям, которые дают просители луидор, с тем, чтобы проситель больше на них не рассчитывал? Хорошие и дурные черты де Шарлю являли собой еще более резкий контраст. Впоследствии, как это будет видно из дальнейшего, я познакомился с высочествами и величествами другого рода. Я познакомился с королевами, игравшими в таковых и говорившими не как настоящие королевы, а как королевы говорят у Сарду. Сарду Викторьен 1831-1908 годы популярный в свое время французский драматург, автор драмы, комедий и жизни парижских буржуа. Поспешность, с какой герцог германский представил меня принцессе, объяснялась тем, что по его понятиям нельзя было терпеть ни секунды, чтобы в обществе, где находится ее высочество, кто-нибудь был ей незнаком. Не меньшую поспешность проявил Сен-Лу, добивавшийся, чтобы его представили моей бабушке. Этого мало. Унаследовав остаток придворных обычаев, которые именуются светской вежливостью и которые никоим образом нельзя причислить к поверхностным, ибо вследствие выворота наизнанку поверхность стала здесь существенной и глубокой, герцог и герцогин и германский считали своим более важным долгом, чем долг отзывчивости, нравственности, сострадания и справедливости, словом, чем обязанности, которыми довольно часто пренебрегал один из них, считали своим непременным долгом соблюдать в обращении к принцессе Пармской строгую официальность. Я ни разу в жизни не был в Парме, а мечтал об этом еще на далеких пасхальных каникулах. И знакомство с принцессой Пармской, у которой, насколько я знал, был самый красивый дворец в этом особенном городе, где, впрочем, все должно было быть прекрасно, городе, укрывшемся от остального мира за гладкими стенами, в воздухе своего короткого и приторного названия, душным, как площадь итальянского городка летними вечерами, когда нечем дышать, могло бы мгновенно заменить то, что я рисовал себе, тем, что действительно существовало в Парме, могло бы превратиться для меня в кратковременную поездку, которую я совершил бы, сидя на месте. В алгебре путешествия в город Джорджоне это было бы первым уравнением с одним неизвестным. В город Джорджоне Итальянский художник венецианской школы Джорджоне около 1477-1510 годы родился в городе Кастельфранко недалеко от Венеции. Годами как парфюмер пропитывающий однородную массу жирового вещества я пропитывал имя принцессы Пармской запахом множества фиалок. Теперь когда я увидел принцессу которая как я себе ее представлял должна была быть во всяком случае сан-савериной я мысленно взялся за другое дело а закончил его откровенно говоря только несколько месяцев спустя при помощи новых химических реакций я начал удалять из имени принцессы всю фиалковую эссенцию и весь стендалевский аромат а взамен вводить в него образ маленькой черноглазой женщины занимающейся благотворительностью и до того смиренной в своей любезности что вам сразу становилось ясно из какой величавой гордыни выросла эта любезность вообще принцесса почти ничем не отличалась от других светских дам и стендалевского в ней было так же мало как например в Пармской улице в европейском квартале Парижа улице которая гораздо больше похожа на соседние чем на пармские и которая еще меньше напоминает обитель где умер фабриций чем зал ожидания на вокзале Сен-Лазар она была любезна по двум причинам первая причина общего характера состояла в том что эта дочь их высочеств получила соответствующее воспитание мать принцессы она состояла в родстве со всеми царствующими домами Европы а кроме того и в этом заключалось ее отличие от пармского герцогского дома она была богаче чем кто-либо из владетельных княгинь когда принцесса находилась в самом нежном возрасте внушила ей евангельские истины в горделиво смиренном толковании снобов и теперь все черты лица дочери изгиб ее плеч движение рук словно повторяли за матерью помни что хотя по воле божией ты родилась на ступеньках ведущих к трону но это не дает тебе права презирать тех над кем ты хвала божественному промыслу возвышаешься благодаря своему происхождению богатству делай добро меньшим братьям твои предки были князьями клевскими и юлихскими с 647 года милосердному богу было угодно чтобы ты оказалась обладательницей почти всех акций суэцкого канала и чтобы у тебя было в три раза больше акций royal dutch чем у эдмона ротшильда royal dutch голландская нефтяная компания тесно связанная с английским капиталом учеными установлено что твоя родословная по прямой линии восходит к 63 году по рождестве христовым две твои заловки императрицы так не подавай же вида что ты помнишь о своих огромных преимуществах не потому чтобы они были ненадежны рот нельзя сделать менее древним а нефть всегда будет нужна дело не в этом но просто ни к чему хвалиться тем что ты более высокого происхождения чем кто бы то ни было и что твой капитал помещен наивыгоднейшим образом об этом и так всем известно помогай бедным отделяй тех над кем господь по великой своей милости тебя вознес всем чем можешь но не роняй при этом своего достоинства то есть давай денег даже ухаживай за больными но разумеется не приглашай тех кто ниже тебя на свои вечера им это никакой пользы не принесет а тебя унизит и от этого в конечном итоге пострадает твоя благотворительность вот почему даже когда она не имела возможности делать добрые дела принцесса старалась показать или вернее убедить при помощи внешних знаков немого языка что она не ставит себя выше окружающих она была так же очаровательно любезна со всеми как воспитанные люди с теми кто ниже их по положению и стараясь быть предупредительной то и дело отодвигала свое кресло чтобы удобнее было другим держала мои перчатки предлагала услуги которые чванная буржуазия сочла бы унизительными но которые с удовольствием оказывают принцессы крови а бессознательно по привычке бывшие лакеи другая причина любезности какую выказывала принцесса пармская по отношению ко мне была причина особая ни в коей мере однако не вызывавшаяся какой-нибудь загадочной симпатией но уяснить себе эту вторую причину у меня сейчас не было времени герцогу видимо хотелось поскорее покончить с представлениями и он увлек меня к другой деви цветку услышав ее имя я сказал ей что проходил мимо ее замка неподалеку от Бальбека ах я была бы счастлива показать вам мой замок проговорила она почти шепотом как бы для того чтобы казаться скромней но шепотом взволнованным в котором слышалось сожаление о том что она лишилась необыкновенного удовольствия и многозначительно глядя на меня продолжала я надеюсь что это еще впереди но вас больше заинтересует замок моей тетки Бранка можете мне поверить его построил Мансар это чудо провинциальной архитектуры Мансар Жюль Ардуен 1646 1708 годы французский архитектор основной строитель при Людовике XIV по его проекту строился Версальский дворец и многие значительные здания Парижа Из слов дамы можно было заключить что не только она была бы рада показать мне свой замок но ее тетка Бранка приняла меня с восторгом должно быть дама считала что в наше время когда имение переходит в руки финансистов не умеющих жить на широкую ногу дворянству особенно необходимо поддерживать благородные традиции барского гостеприимства с помощью ни к чему не обязывающих слов кроме того она как и все люди ее круга старалась говорить вещи которые могли доставить собеседнику особое удовольствие произвести на него наиболее выгодное впечатление убедить его что состоят с ним переписки это большое счастье что он делает честь тем у кого бывает что все жаждут с ним познакомиться надо отдать справедливость буржуазии что и у нее иногда наблюдается это же самое желание произвести на других приятное впечатление но у буржуазии благорасположенность встречается как индивидуальная особенность уравновешивающая какой-нибудь недостаток наблюдается к сожалению не у верных друзей а у приятных спутниц как бы то ни было у буржуазии этот цветок редкостный у значительной части аристократии напротив это свойство характера перестало быть индивидуальным взращиваемое воспитанием поддерживаемое понятием истинного величия неподверженного опасности унизиться не имеющего соперников знающего что приветливостью оно может осчастливить и находящего в этом удовлетворение упомянутое свойство превратилось в характерную черту целого класса если даже личные недостатки кого-нибудь из аристократов настолько противоположны этому качеству что они изгоняют его из сердца все же этот человек незаметно для себя проявляет его в языке или в телодвижениях она очень добрая сказал мне герцог германский о принцессе пармской и при том ей нет равных в умении быть знатной дамой в то время как меня знакомили с женщинами один господин обнаруживал все признаки нетерпения это был граф ганнибал он приехал поздно узнать о том кто сегодня в гостях у германтов не успел и когда я вошел в гостиную он решив что поскольку я не принадлежу к кругу герцогини то наверное у меня есть какие-то особые права на вход в ее салон вставил себе под дугообразный свод бровей монокль в надежде что с помощью этого инструмента он гораздо скорее чем просто поглядев на меня поймет что я за человеком он знал что герцогиня германская обладает драгоценностью которая является достоянием женщин действительно выдающихся тем что называется салоном это значило что иногда она вводила в свой круг знаменитость прославившуюся открытием лекарства или созданием замечательного произведения искусства Сен-Жерменское предместье все еще находилось под впечатлением от того что на прием в честь английского короля и королевы герцогиня не побоялась пригласить Детая Детай Эдуард 1848 1912 годы известный французский художник баталист дамы предместия обладавшие пытливым умом долго не могли успокоиться что их не позвали так страстно хотелось им познакомиться с этим своеобразным талантом госпожа де Курвуазье уверяла что герцогиня пригласила тогда и Рибо но это она сочинила с целью заранить в умы подозрения будто Ариана хочет чтобы ее мужа назначили послом Рибо Александр 1842 1923 годы французский политический деятель один из лидеров умеренных республиканцев неоднократно занимал различные министерские посты был премьер-министром 1895 год 1917 год наделал шуму и герцог с галантностью достойной маршала саксонского представившийся в фойе французской комедии Рейхенберг и попросивший ее прочитать стихи когда у него будет король и актриса исполнила просьбу герцога хотя до тех пор анналы раутов таких прецедентов не знали маршал саксонский морис 1696 1750 год известный полководец состоял на французской службе одержал ряд блестящих побед был известен своими любовными похождениями в частности он был возлюбленным прославленной актрисой Адрианны Ле Куврер Рейхенберг Сюзанна 1853 1924 годы французская актриса в течение 30 лет играла на сцене театра комедии францесс в амплуа инженю припомнив эти изряду вон выходящие случаи которым граф де Бреоте относился однако с полным одобрением сам являясь до известной степени украшением и как и герцогиня германская но только мужского рода святыней салона он ломал голову над тем кто же я в конце концов такой и чувствовал что перед ним открывается обширное поле для догадок в голове у него мелькнуло имя Видора но он решил что для органиста я слишком молод и что к тому же Видор не такая крупная фигура чтобы быть принятым Видор Шарль 1845 1937 годы известный французский композитор и органист граф счел наиболее вероятным предположение что я новый атташе шведского посольства о котором он слышал и он уже было собрался расспросить меня о короле Оскаре который неоднократно оказывал ему радушный прием но когда герцог представляя меня назвал мое имя у графа прежде никогда его не слыхавшего не осталось и тени сомнения что коль скоро знаменитость без знаменитости Ариана жить не могла она владела искусством заманивать в свой салон видных людей разумеется с таким расчетом чтобы они составляли не более одного процента а то бы она его деклассировала граф де Бреоте уже начал облизываться и жадными ноздрями втягивать воздух аппетит его разыгрался не только в предвкушении отменного ужина но и при виде этого сборища каковое представляло для него интерес благодаря мне и где он надеялся почерпнуть тему для остроумной беседы за завтраком у герцога Шартерского у которого он должен был быть на другой день еще не выяснив окончательно кто я изобретатель противораковой сыворотки действия которые тогда испытывали или автор репетировавшийся во французской комедии однактной пьесы но будучи человеком широких умственных интересов кстати большим любителем путешествий он уже расшаркивался передо мной с понимающим видом подмигивал и улыбался одним глазом сквозь монокль быть может он находился под властью ложной идеи что человек значительный проникнется к нему большим уважением если этому человеку удастся внушить что он граф дебриоте консольви ценит умственное развитие так же высоко как и знатное происхождение а может быть ему просто хотелось выразить удовольствие но он пребывал в замешательстве он не знал каким языком со мной надо разговаривать как будто перед ним был один из туземцев неведомой страны куда пристал его плод туземцев у которых он в чаянии наживы что не мешает ему с любопытством наблюдать местные нравы играть с жителями в дружбу и как и они орать во все горло намерен выменить страусовые яйца и пряности на стеклянные бусы я постарался не остаться перед графом в долгу а затем поздоровался с герцогом де Шаталеро с которым мы уже встречались у маркиза де Виль Паризи которую он назвал хитрой бестией это был ярко выраженный тип германта белокурые волосы нос с горбинкой точечки на наздреватой коже щек все это мы уже видели на портретах его предков портретах которые оставили нам шестнадцатый и семнадцатый века но так как я разлюбил герцогиню то ее перевоплощение в молодого человека не представляло для меня ничего привлекательного я читал крючок которым заканчивался нос герцога де Шаталеро как подпись под хорошо знакомый и давно утративший для меня всякий интерес картиной я поздоровался также с принцем де Фуа а потом на свое несчастье высвободив пальцы которые принц только помял сунул их в тиски каковыми явилась для них сопровождавшаяся не то насмешливой не то добродушной улыбкой немецкое рукопожатие друга маркиза де Норпуа князя фон фаффенгейма которого из-за того что его окружение страдало манией давать прозвище все называли князь фон так что он и сам в конце концов начал подписываться князь фон а письма близким людям подписывал просто фон это сокращение было еще более удобно или менее понятно фамилия у князя была трудная для произнесения не столь основательны были причины по которым Элизабет превращалась то в Лили то в Бебет а в другом кругу Кишмя Кишели Киким понятно почему люди впрочем главным образом бездельники и вертопрахи говорят Кью они же не желают терять время на произнесение Монтес Кью но много ли они выигрывают называя кого-нибудь из своих родственников не Фердинанд а Динанд не следует думать что германты всегда образовывали двусложные прозвища так например двух сестер графиню де Монтейру и Викантессу де Велют отличавшихся непомерной толщиной называли нисколько их этим не обижая и ни у кого не вызывая улыбки так как давно все к этому привыкли только малютка и крошка так что герцогиня германская обожавшая графиню де Монтейру если бы то опасно заболела спросила бы ее сестру со слезами на глазах правда ли что малютка очень плоха госпожа де Клен расчесывала волосы на прямой пробор и у нее совсем не было видно ушей поэтому ее прозвали слушай брюхом а не ухом иногда называли чью-нибудь жену прибавляя а к имени или фамилии мужа самого скупого самого противного самого бессердечного мужа во всем предместе звали Рафаэль а его прелестная жена цветок росшей на каменистом утесе всегда подписывалась Рафаэла но это лишь самые простые примеры а правилам не было счета если представится случай мы всегда сможем некоторые из них растолковать я попросил герцога представить меня принцу агрегенскому как вы не знакомы с милейшим гри-гри воскликнул герцог германский и познакомил меня с принцем имя принца часто упоминавшиеся франсуазой всегда рисовалось мне в виде прозрачного стеклянного сосуда в котором я видел освещенные на берегу фиолетового моря косыми лучами золотого солнца розовые кубы античного города и у меня не возникало сомнений что принц случайно на короткое время проездом оказавшийся в Париже и есть светящийся сицилийским светом покрытый достославным налетом старины самый настоящий правитель этого города увы пошляк и пустельга которому меня представили и который здороваясь со мной сделал пируэц неповоротливой непринужденностью ему самому казавшись и грациозной имел со своим именем не больше общего чем какая-нибудь принадлежавшая ему картина не отблескивавшая на нем и может быть ни разу не задержавшая на себе его взгляда у принца агрегентского не было решительно ничего от принца и ничего чтобы напоминало об агрегенте поэтому оставалось предположить что его имя не имевшее с ним ничего общего никак не связанное с его личностью обладает способностью притягивать к себе все что может быть в этом человеке как и во всяком другом неопределенно поэтического а затем притянув заключить это неопределенно поэтическое в волшебные свои слоги если такого рода операция была действительно проделана то значит она была проделана безукоризненно так как из этого родственника германтов немыслимо было извлечь ни одной крупицы обаяния он был единственным в мире принцем агрегентским и вместе с тем пожалуй меньше чем кто-либо принцем агрегентским впрочем он был очень доволен тем что он принц агрегентский но так как бывает доволен банкир на руках у которого много акций рудника но которому совершенно безразлично носит ли этот рудник красивое имя Айвенго Примороза или называется просто рудник номер первый когда закончились начавшиеся как только я вошел в гостиную представления о которых долго рассказывать но которые на самом деле продолжались всего несколько минут и во время которой герцогиня германская говорила мне почти извиняющимся тоном Базен наверное утомил вас подводит то к тому то к другому нам хочется чтобы вы познакомились с нашими друзьями но мы вовсе не хотим вас утомлять ведь мы надеемся что вы будете нашим частым гостем герцог довольно неловким и несмелым движением подал ему конечно хотелось это сделать час назад но я целый час смотрел Альстира знак что можно нести кушанье надо заметить что из приглашенных пока еще не было де груши его супруга урожденная Германт приехала одна муж целый день охотился и прямо с охоты должен был приехать сюда Груши Эммануэль 1766-1847 годы французский военачальник маршал принимал участие в ряде компаний Наполеона во время битвы при Ватерлоу его корпус не сумел задержать немецкую кавалерию Блюхера и опоздал к месту боя что во многом решило исход сражения этот самый де груши потомок того де груши который выдвинулся в эпоху первой империи и которого неправильно обвиняют в том что его отсутствие в начале сражения при Ватерлоу явилось основной причиной неудачи которую потерпел Наполеон был из очень хорошей семьи хотя помешанные на знатности смотрели на нее свысока так принц германский который много лет спустя доказал что сам-то он не так уж разборчив часто говорил своим племянницам как жаль что бедной виконтессе германской матери госпожи де груши не удалось выдать дочерей замуж дядюшка да ведь старшая вышла за де груши я его замужем не считаю правда говорят будто дядя франсуа сватается за младшую стало быть не все засидятся в девках доказал что сам-то он не так уж разборчив в последующих томах Пруст женит герцога германского на госпоже Вердюрен в романе обретенное время как только было велено подавать двери в столовую словно движимые сложным вращательным механизмом распахнулись одновременно дворецкий похожий на церемонии мейстера отвесил поклон принцессе Пармской и возвестил сударыня кушать подано таким тоном как если бы он сказал сударыня ваши часы сочтены но он ничуть не опечалил собравшихся парочки в игривом настроении будто дело происходило летом в Робинсоне одна за другой стремились в столовую а затем дойдя до своих мест где лакеи пододвигали им стулья разлучались когда все уже были в столовой ко мне подошла герцогиня германская ей хотелось чтобы я повел ее к столу и я не ощутил ни малейшей робости хотя подойдя к ней не с той стороны с какой требовалось по этикету вполне мог бы оробеть если бы эта охотница своей неподдельной граци обязанной врожденной гибкости мускулов заметив мою оплошность не рассчитала оборот вокруг меня до того верно что я почувствовал как движение ее руки которая легла на мою совершенно безошибочно определила ритм последующих движений герцогини изящных и точных Робинсон местечко под Парижем одно из мест воскресных прогулок парижан мне тем легче было им подчиняться что германты не кичились своей грациозностью как не кичится образованный человек своей образованностью и потому в его обществе вы не так рабеете как в обществе невежды тут растворились другие двери и внесли дымившийся суп можно было подумать что ужин происходит на сцене кукольного театра со всякими хитроумными приспособлениями театра где запоздалое появление молодого гостя привело по знаку хозяинного движения весь колесный механизм Робким и совсем не царственно величественным выглядел этот знак герцога по которому был пущен в ход громадный затейливый послушный великолепный одушевленный часовой механизм нерешительное жесто не ослабило впечатление от зрелища зависевшего от этого жеста я чувствовал что неуверенности замешательства герцога проистекают из боязни как бы я не подумал что ждали только меня чтобы начать ужинать и ждали долго вот так же опасалась герцогиня что после осмотра стольких картин я устану от бесконечных представлений что я буду чувствовать себя неловко таким образом недостаточная величественность герцогского жеста излучало истинное величие суда же относится с одной стороны равнодушие герцога к окружавшей его роскоши а с другой его внимание к гостю который ничего особенного собой не представлял но которого он хотел почтить из этого не следует что в герцоге германском не было ничего заурядного и что в нем не проглядывали смешные черточки человека весьма состоятельного важниченье выскочки хотя он таковым и не был но подобно тому как чиновник или священник сознают что их средние способности могут быть усилены до бесконечности так волна ощущает поддержку всего моря которое ее подпирает французской администрации и католической церковью герцог германский опирался на другую силу на истинно аристократическую вежливость вежливость эта выказывалась отнюдь не ко всем подряд герцогин германская не приняла бы маркизу де говожо или форшвиля но если германты приходили к заключению что кого-нибудь как в данном случае меня можно ввести в их круг эта вежливость обнаруживала сокровище радушной простоты еще более драгоценной если только это возможно чем старинные гостиные в доме германтов чем сохранившаяся в этих комнатах дивная мебель если герцогу германскому хотелось кого-нибудь очаровать то он окружал его особым почетом применяя для этой цели искусство использовать повод для встречи и обстановку наверное у него в имении в германте эти почести и милости приняли бы иную форму он прокатился бы со мной перед ужином его обхождение так же трогало как трогает когда мы читаем мемуары обхождение Людовика XIV который ласково улыбаясь полупочтительно отвечал просителю но только нужно отдавать себе отчет что вежливость короля и вежливость герцога не выходили за пределы того что это слово значит Людовик XIV а ведь строгие блюстители аристократических нравов того времени обвиняют его в том что он далеко не всегда придерживался этикета и Сен-Симон например утверждает что по сравнению с такими королями как Филипп Валуа Карл V и так далее Людовик XIV был полнейшим ничтожеством составил подробное руководство относительно того кому из государей должны уступать место принцы крови и послы Филипп Валуа имеется ввиду французский король Филипп VI 1293-1350 годы прозванный Храбрым на троне с 1328 года Карл V 1337-1380 годы французский король с 1364 года носил кличку Мудрый В некоторых случаях если вопрос представлялся неразрешимым считалось что лучше если сын Людовика XIV его высочество примет какого-нибудь иностранного государя на свежем воздухе чтобы никто не мог сказать будто кто-то из них вошел во дворец первым Корфюрст Пфальцкий позвав герцога Шевресского на ужин прикидывается чтобы не уступать ему место больным и ужинает лежа затруднение таким образом устранено герцог Герцог Орлянский видя что герцог Шевресский упорно не оказывает ему никаких услуг придумывает по совету своего брата короля который кстати сказать нежно его любит предлог чтобы заставить присутствовать герцога Шевресского при своем утреннем туалете и надеть на себя сорочку но когда в человеке говорит глубокое чувство когда примешиваются сердечные дела то непременный долг вежливости не соблюдается несколько часов спустя после кончины нежно любимого брата когда герцог Орлянский по выражению герцога Монфорского был еще теплый Людовик XIV поет арии из опер удивляется что у герцогини Бургундской у которой душа разрывается от горя такой печальный вид ему хочется чтобы веселье продолжалось и чтобы придворные опять сели за карточные столы и он приказывает герцогу Бургундскому начать игру в брелан так вот не только в светской жизни герцога германского где каждый ход был им взвешен но и в том что он говорил не подумав в его заботах в его время припровождении наблюдался тот же контраст германты горевали не больше чем простые смертные пожалуй они были даже еще менее чувствительны зато их имя ежедневно мелькало в светской хронике газеты Голуа из-за бесконечных похорон а не приехать на похороны они сочли бы предосудительным подобно подобно тому как взгляду путешественника предстают почти такие же дома с глиняными или плоскими кровлями какие могли видеть ксенофонт или апостол Павел точно так же в обращении с людьми герцога германского очаровывавшего своей любезностью и возмущавшего грубостью раба не имевших никакого значения условностей и не присновавшего священнейших обязанностей осталось неприкосновенным несмотря на то что прошло 200 лет характерное для придворной жизни времен Людовика XIV извращение в силу которого вопрос о том есть ли у человека совесть решается не в области внутренних переживаний и не в области нравственности а в плоскости простых формальностей ксенофонт около 430 около 352 годов до нашей эры знаменитый древнегреческий историк была еще одна причина но уже личного характера по которой принцесса пармская была со мной мила она была заранее уверена что в герцогине германской все лучше чем у нее впрочем ей и у других все нравилось больше она не только восхищалась самым простым кушаньем самыми обыкновенными цветами она просила позволения завтра прислать за рецептом или посмотреть цветы своего шеф-повара или старшего садовника получавших большое жалование имевших свой выезд а главное гордивших со своим искусством и считавших крайне для себя унизительным ездить разузнавать способ приготовления неважного блюда или рассматривать как высший сорт разновидность гвоздики значительно уступавшей и в красоте и в хитрости разводов и в величине той гвоздики которую давным-давно вырастили у принцессы ее любование чем придется у всех без исключения было притворным имело целью показать что ни высокое положение ни богатство не сделали из нее гордячки ибо гордыню осуждали бывшие ее наставники скрывала ее мать и не допускал господь бог а вот на салон герцогини германской она вполне искренне смотрела как на место особое где можно только от чего-то ахать и чем-то восторгаться но и куда более трезвый беспристрастный взгляд все-таки выделил бы германтов среди других аристократов настолько они были утончены и своеобразны поначалу они произвели на меня обратное впечатление я нашел что это люди самые обыкновенные что они ничем не отличаются от всех прочих мужчин и женщин но так мне показалось от того что на первых порах я видел в них как видел в Бальбеке во Флоренции в Парме только имена конечно все женщины в этом салоне которых я рисовал себе в виде саксонских статуэток походили на подавляющее большинство женщин но подобно Бальбеку или Флоренции германты обманув воображение большей похожестью на себе подобных чем на свои имена впоследствии только не так резко выявляли некоторые отличительные свои особенности самая их наружность цвет лица неповторимо розовый переходивший иногда в фиолетовый словно светящиеся золотые пучки тонких и мягких волос даже у мужчин напоминавшие отчасти лишаи на стенах отчасти шерсть хищников светлому отливу волос соответствовал особый блеск ума поэтому говорили не только о цвете лица и волос в роду германтов но и об их остроумии как в свое время говорили об остроумии мартемаров этом особом проявлявшемся в обществе свойстве утончившимся еще до Людовика XIV и оттого имевшим такой большой успех что сами мартемары не упускали случая проявить это свойство все это помогало в веществе как бы драгоценно но ни было аристократической среды где были вкраплены германты различить их и следить за ними взглядом как за прожилками золотистость которых прорезывает яшму и оникс или вернее как за мягким помахиванием светоносной гривы растрепанные волосы которые бегут извилистыми лучами в гранях узорчатого агата мартемары французская аристократическая семья которой в частности принадлежала госпожа де монтеспан 1641 1707 годы одна из возлюбленных Людовика 14 Вольтер в веке Людовика 14 заметил что она отличалась особенным складом ума представлявшим соединение простодушия насмешливости и лукавства и прозванным остроумием мартемаров у германтов во всяком случае у тех что были достойны своего имени был не только изумительный цвет лица волос прозрачные глаза но и особая манера держаться особая походка особая манера здороваться смотреть на человека прежде чем пожать ему руку особая манера пожимать руку всем этим они так же резко отличались от других светских людей как светские люди отличаются от фермеров и как бы ни были они любезны вы невольно говорили себе они вправили они видя как мы двигаемся здороваемся уходим видя что все у них так же изящно как полет ласточки или наклон ветки розового куста подумать про себя эти люди иной породы а мы соль земли потом я понял что германты считали что и я человек иной породы но мне они завидовали так как у меня были единственно с их точки зрения ценные достоинства о которых я сам кстати сказать и не подозревал еще позднее я почувствовал что тут они искренне только наполовину и что презрение или недоумение совмещаются у них с восхищением и завистью присущая германтам гибкость тела была двойственна с одной стороны она всегда каждую минуту находилась в выдвижении и если например кому-нибудь из германтов надо было поздороваться с дамой он сам вычерчивал свой силуэт добивался же он этого неустойчивым равновесием поддерживаемым несоразмерными движениями из которых одно стремительно выравнивало другое одну ногу он приволакивал отчасти нарочно отчасти потому что часто ломал ее на охоте и она всегда догонявшая другую наложила отпечаток изломанности на живот и на грудь противовесом которой служило то что одно плечо было у него выше а между тем Моноко обосновавшись в глазу приподнимал бровь в тот самый миг когда хохол над олбом в знак приветствия наклонялся с другой стороны эта гибкость подобна волне ветру или всегда одинаковой струе которую оставляют за собой челн или корабль была если можно так выразиться стилизована под некую устойчивую подвижность изгибавшую под голубыми глазами на выкате и над чересчур тонким ртом из которого у женщин исходили хриплые звуки нос с горбинкой напоминавший о легендарном происхождении присвоенном в шестнадцатом столетии услужливыми все и вся эллинизировавшими паразитами генеалогами этому роду без сомнения древнему ну уж не такому как его расписывали утверждая будто бы он ведет начало от мифического оплодотворения нимфы божественной птицы германты были люди особенные не только физически но и духовно если не считать принца Жильбера мужа Мари Жильбер человека старозаветного заставлявшего жену садиться в экипаже слева от него потому что она была хоть и королевского а все же не такого знатного рода как он который представлял собой исключение над которым родственники у него за спиной потешались и о котором вечно рассказывали анекдоты германты которых всегда окружали сливки аристократии держали себя так словно знатность не имеет для них никакого значения герцогиня германская которая откровенно говоря до известной степени изменилась к лучшему после того как вошла в семью германтов выше всего на свете ставила разум а в политике была такой ярой социалисткой что вы невольно задавали себе вопрос где же у нее в доме прячется дух которому велено охранять аристократический уклад жизни и который оставаясь невидимкой и должно быть хранясь то в передней то в гостиной то в туалетной напоминает слугам этой презирающей титулы дамы о том что ее надо называть ваша светлость а ей самой любящей только читать и никогда не испытывающей ложного стыда о том что в восемь часов нужно надеть декольтированное платье и ехать к невестке ужинать тот же самый дух семьи германтов внушал хозяйке дома что положение герцогинь во всяком случае первых в ряду герцогинь и подобно ей мультимиллионер обязывает их приносить в жертву скучным чашкам чаю ужином раутом то время которое они могли бы употребить на чтение интересных книг что это нечто неприятное но неизбежное вроде дождя и герцогиня германская подчинялась этой необходимости пользуясь для того чтобы упражнять франдерское свое остроумие но не пыталась осознать почему же все-таки она ей подчинялась любопытная игра случая вследствие которой дворецкий герцогиня германской неукоснительно называл вашей светлостью женщину верившую только в разум очевидно ее не коробило ей в голову никогда бы не пришло сказать ему чтобы он называл ее просто герцогиня только из особой симпатии к ней можно было бы объяснить это тем что вашу светлость она по рассеянности пропускала мимо ушей но если она притворялась глухой то уж немой то она во всяком случае не была ведь когда ей нужно было что-то передать своему мужу она говорила дворецкому напомните его светлости у духа семьи германтов были и другие заботы например наводить речь на темы нравственности конечно кто-то из германтов стоял больше за разум кто-то больше за нравственность но это были не всегда одни и те же лица первые даже германт совершавший подлоги и передергивающие карты самые обворожительные из всех германтов поддерживавшие новые светлые идеи рассуждали о нравственности еще лучше вторых как рассуждала маркиза давиль порези в такие минуты когда дух семьи говорил ее устами в такие же минуты германты внезапно переходили на почти ее тон столь же старомодный столь же добродушный но только более трогательный потому что сами они были обаятельнее ее если допустим речь шла о горничной по душе она славная она не похожа на других должно быть родители у нее хорошие с пути она не собьется в такие минуты дух семьи превращался в интонацию а иногда он проглядывал в осанке в выражении лица которое у герцогини становилось похоже на выражение лица ее деда маршала в каком-то неуловимом извиве похожем на извив змея карфагенского духа семьи барка в том отчего у меня столько раз колотилось сердце во время утренних прогулок когда я еще до встречи с герцогиней германской чувствовал что она на меня смотрит из маленькой молочной извив змея карфагенского духа семьи барка к этой семье принадлежали гамилькар ганнибал и другие прославленные карфагенские политические деятели барка их семейная кличка в переводе означающая молния тот же дух дал знать о себе в одном обстоятельстве отнюдь не безразличном не только для германтов но и для курвазье другой ветви рода почти такой же знатный как и германты но представлявший полную им противоположность германты даже объясняли то что принц германский везде и всюду разглагольствовал о происхождении знатности словно только это его и волновало влиянием его бабушки курвазье мало того что курвазье не ставили разум так высоко как германты у них было о нем другое понятие для германтов даже для глупых быть умным значило быть зубастым подпускать шпильки отбревать отстаивать свои взгляды на живопись на музыку на архитектуру говорить по-английски у курвазье было не столь возвышенное представление об уме так что если человека не их круга они считали умным то по их мнению он почти наверное убил отца и мать для них ум был чем-то вроде отмычки которой всякие темные личности взламывали двери в самые почтенные дома и курвазье предсказывали что в конце концов вам мол выйдет боком знакомство с этими гусями лапчатыми курвазье спорили с умными людьми не принадлежавшими к их обществу из-за всякого пустяка кто-то однажды сказал да ведь сван моложе паламеда это он так говорит а если он так говорит можете быть уверены что это ему зачем-то нужно заметила госпожа де Галардон и еще когда зашла речь о двух очень элегантных иностранках принятых у германтов и кто-то сказал что одну из них представили раньше потому что она старшая госпожа де Галардон спросила неужели она старшая спросила конечно не потому чтобы с ее точки зрения у таких людей в самом деле не было возраста а потому что раз по всей вероятности у этих иностранок как она полагала нет ни звания ни вероисповедания ни каких-либо традиций значит обе они примерно одних лет и разобраться какая из них взрослее не менее затруднительно чем не будучи ветеринаром определить заглянув в корзинку и увидев новорожденных котят какой из них старше впрочем в определенном отношении к урвозье вследствие своей ограниченности и злобности лучше германтов охраняли неприкосновенность знать между тем германты которые на все что было ниже королевских и еще нескольких родов например линь латремуй и тому подобных смотрели как наслившуюся в одно мелкую сошку держали себя заносчиво с потомками старинных родов жившими вокруг германта именно потому что они не придавали значения второсортным достоинством ослеплявшим к урвозье германтов отсутствие таковых достоинств не смущало линь латремуй старинные французские аристократические фамилии женщины занимавшие не особенно высокое положение в провинции но потом составившие себе блестящую партию богатые красивые пользовавшиеся благоволением герцогинь являлись для Парижа где папах и мамах имеют смутное представление чудным роскошным предметом импорта в редких правда случаях такие женщины по рекомендации принцессы Пармской или благодаря личному своему обаянию проникали в салон кого-нибудь из германтов зато курвуазье не переносили их если они встречали между пятью и шестью вечера у своей родственницы людей с родителями которых их родители не знались вперше то это вызывало у них все усиливавшийся приступ ярости и служило им темой для бесконечных разглагольствований перш старинная французская провинция на запад от Парижа граничит с Нормандией как только например прелестная графиня Г входила к германтам лицо госпожи Девильбон принимала такое выражение точно она читала стихи в десятке смельчаков я стану в строй десятом останется один клянусь я буду им хотя она их не знала в десятке смельчаков из стихотворения Виктору Гюго ультима верба сборник возмездия это урожденная Курвазье почти каждый понедельник съедала эклер в нескольких шагах от графини Г но безрезультатно и госпожа Вильбон говорила на ушко своим знакомым что для нее непостижимо как это ее родственница может принимать у себя женщину которую в Шаттедене не пускали на порог даже люди второго сорта моя родственница уж чересчур требовательна в выборе знакомств это даже обидно в заключении говорила госпожа Вильбон уже с иным выражением лица с насмешливой улыбкой прикрывавшей отчаяние улыбкой которая если бы играть в загадки могла бы навести на мысль что она сейчас читает про себя стих который графиня тоже конечно не знала надежды отняты осталось лишь покорство забегая вперед заметим что рифмующее с покорством упорство какое госпожа Вильбон снобируя проявляла в своем отношении графине Г принесло свои плоды она так высоко подняла в глаза графине Г престиж госпожи Девильбон хотя там и поднимать то было нечего что когда пришла пора выдавать замуж дочь графине то она самая красивая и самая богатая из девиц служившая в те времена украшением балов к общему изумлению отказала всем герцогам дело в том что ее мать не забывшая обиды которая на каждую неделю вынуждена была глотать на улице Гренель из-за Шаттудена мечтала выдать свою дочь только за сына госпожи Девильбон и больше ни за кого в одном германты и курвазье не уступали друг другу в искусстве впрочем бесконечно разнообразном держать других на расстоянии не все германты применяли для этого одни и те же приемы но когда вас представляли любому германту я имею ввиду германтов настоящих то это был для них некий церемониал протягивая вам руку они словно посвящали вас в рыцарь как только кому-либо из германтов хотя бы двадцатилетнему но уже шедшему по стопам старших знакомивший вас с ним называл ваше имя германт бросал на вас взгляд с таким видом как будто вовсе не собирается с вами здороваться взгляд обычно голубой неизменно холодный как сталь словно желая добраться до самых глубин вашего сердца впрочем германты и в самом деле были уверены что видят людей насквозь они считали себя изумительными психологами они полагали что от этого осмотра усиливается любезность следующего за осмотром поклона так как теперь поклон был уже с их стороны непростой учтивостью все это происходило на расстоянии очень небольшом от вас как если бы герман делал выпад но оно казалось огромным при рукопожатии и устрашало вас во втором случае не меньше чем устрашило бы в первом ибо когда герман облетев взглядом самые тайники вашей души и вашу порядочность находил что вы достойны войти в круг его знакомых то вытянув руку он протягивал вам ее кисть с таким видом точно подавал вам рапиру для какого-то необычайного поединка и кисть руки германта была сейчас в сущности так от него самого далека что когда он наклонял голову трудно было уловить вам ли он кланяется или же своей руке некоторые германты лишенные чувства меры или же склонные к беспрестанному самоповторению доходили до того что проделывали эту церемонию при каждой встрече с вами поскольку отпадала необходимость в предварительном психологическом анализе способностями коему их наделил дух семьи и они всегда должны были помнить что ему они обязаны успешностью этого анализа то упорство прощупывающего взгляда могло быть вызвано лишь машинальностью или уверенностью германта в том что они в известной мере обладают даром гипноза у Куруазье внешний облик был другой вот почему их усилия перенять изучающие этот поклон оказывались бесплодными и он приобрел у них лишь надменную чопорность и торопливую небрежность зато очень немногие германты женского пола по-видимому заимствовали поклон у дам Куруазье в самом деле когда вас представляли одно из таких германт она низко кланялась приближая к вам под углом в 45 градусов голову и грудь тогда как нижняя часть ее тела которую она держала совершенно прямо а вокруг пояса вращалась и верхняя оставалась неподвижной но устремив к вам свой верх она тут же рывком возвращала его в вертикальное положение и приблизительно под таким же углом это откидывание отнимало у вас все что казалось было вам уступлено участок который как вам представлялось вы завоевали был у вас отобран противники как на поединке вновь занимали исходные позиции такая отмена любезности посредством восстановления расстояния этот прием выработали Куруазье с целью показать что первое движение которое можно было принять за знак благоволения не более чем мгновенное притворство ясно чувствовалось в письмах которые вы получали от Германт и от Куруазье во всяком случае в начале знакомства в корпусе письма вы иной раз встречали строки которые пишутся как будто бы только друзьями но если бы вы вообразили что вы друг своей корреспондентки то это было бы заблуждением так как письмо начиналось милостивый государь окончалось примите уверение в моей сердечной преданности между холодным вступлением и ледяным окончанием менявшими смысл всего остального могли следовать одна за другой если это был ответ на ваше соболезнование трогательнейшие картины горя постигшего корреспондентку в связи с кончиной ее сестры близости между ними описание красот природы среди которой она живет описание того как ее утешают детишки и все же это было письмо какое читаешь в собраниях писем его интимный характер не создавал между вами и написавшие это письмо большей интимности чем создают письма Плиния младшего или госпожи до семьян между ними и вами Плинии младший около 62 114 годы древний римский писатель моралист автор знаменитого собрания писем госпожа до семьян Полина 1674 1737 годы внучка госпожи до сувенье автор писем изданных в 1773 году правда некоторые дамы из семьи германтов с первого же раза обращались к вам дорогой друг мой друг и не всегда это были самые из них простые а скорее те что постоянно находясь в обществе королей и вместе с тем представляя собой натуры неглубокие были до того самонадеянны что им казалось будто они способны только осчастливливать и были до того развращены что никому не отказывали в доставлении удовольствий впрочем германты так расплодились что если у кого-нибудь из молодых германтов и у маркизы германской была общая прапрабабушка жившая при Людовике 13 то он считал себя вправе называть маркизу тетушкой Адам вот почему самые простые обряды например поклоны при знакомстве отличались у них большим разнообразием у каждого маломальски утонченного ответвления была своя манера кланяться передававшаяся от отцов к детям как передается рецепт заживляющего средства или особый способ варки варенья так Сен-Лу услыхав ваше имя как бы машинально приводил движение свою руку но в этом его приветствии не участвовал взгляд и к нему не присоединялся поклон злосчастного разночинца которого по какому-нибудь особому поводу что впрочем случалось крайне редко направляли с рекомендательным письмом кому-либо из того же ответвления что и Сен-Лу обескураживала эта стремительная подачка привета намеренно прикидывавшегося бездумным и разночинец никак не мог взять в толк что этот или это германт имеют против него и он приходил немало изумления когда узнавал что господин или госпожа германт сочли своим долгом написать рекомендовавшему его лицу касающееся только этого разночинца письмо в котором говорилось какое хорошее он произвел на них впечатление и как ему или ей хочется с ним повидаться такими же неповторимыми как машинальный жест Сен-Лу были сложные быстрые антроша которые де Шарлю находил безобразными маркиза де Фьербуа или величавая мерная поступь принца германского аккорде балет германтов был столь многочислен что описать все великолепие их хореографии у меня нет никакой возможности возвращаясь к той неприязни какой вызвала у курвазье герцогиня германская пока герцогиня была не замужем они могли находить утешение в жалости к ней так как она была небогата к несчастью какая-то особенная копоть вечно застилала скрывала от постороннего взора богатства курвазье никто не знал что это люди весьма состоятельные даже если какая-нибудь богачка курвазье выходила замуж за человека с немалыми средствами всякий раз складывалось так что у молодоженов не оказывалось Парижа пристанище и они останавливались у родителей жили в провинции и вращались в обществе хотя и не смешанным но и не блестящим у Сен-Лу ничего кроме долгов не было но весь донсьер не мог надевиться на его выезды а денежный мешок курвазье ездил только в трамвай еще в давние времена о туалетах небогатой мадемозель де германт Рианы говорили больше чем о туалетах всех курвазье вместе взятых дерзкие ее речи служили своего рода рекламой ее манере одеваться и причесываться она осмелилась задать одному из русских великих князей вопрос ваше высочество правда что вы собираетесь убить толстого она спросила об этом за обедом на который не были приглашены курвазье впрочем имевшие смутное представление о толстом древнегреческих авторов они знали не лучше если судить по овдовевшей герцогине де галардон будущей свекрови принцессы де галардон тогда еще не замужней которую Ариана за пять лет ни разу не удостоила своим посещением и которая на чей-то вопрос почему нет Арианы ответила она кажется любит в обществе декламировать Аристотеля герцогине хотела сказать Аристофана у себя этого не потерплю можно себе представить как этот номер мадемуазель де германт с толстым раз он возмущал курвозье должен был восхитить германтов а равно и всех кто за ними в той или иной степени тянулся овдовевшая графиня Даржанкур урожденная Сен-Пор принимавшая у себя в небольшом количестве людей всякого звания потому что она была синим чулком тогда как ее сын был страшнейшим снобом пересказав приятелем словцо Арианой говорила Ариане германской палец в рот не клади она хитра как обезьяна мастерится на все руки так писать акварели как она может только большой художник ее стихи это стихи большого поэта и вы знаете она принадлежит к самому что ни на есть знатному роду ее бабушка урожденная де Монпансье она восемнадцатая Ариана германская неравных браков у них в семье не было в ее жилах течет чистейшая стариннейшая французская кровь после таких восхвалений бумагом араком полуинтеллигентом которых принимала у себя графиня Даржанкур и которые никогда в глаза не видели Ариану германскую начинало казаться что даже принцесса Бадруль-Будур не такое уж дивное и необычайное создание и они не только рады были умереть за Ариану услыхав что такая благородная особа страстная поклонница Толстого нет они чувствовали как в них самих растет любовь к Толстому и как их неудержимо влечет на борьбу с царизмом принцесса Бадруль-Будур персонаж из арабских сказок Тысячи и одной ночи китайская принцесса жена Аладдина их свободолюбивые идеи могли бы завянуть они не смели высказывать их и уже недалеки были от того чтобы усомниться в их величии и вдруг не кто-нибудь а мадемуазель де Герман молодая девушка с тонким вкусом пользующаяся большим авторитетом гладко причесывающаяся чего никогда не позволила бы себе ни одна Курвозье выступает на их стороне и хорошее и дурное очень выигрывает если это одобряется людьми для нас авторитетными например у Курвозье обряд здорования на улице состоял из очень некрасивого и в сущности нелюбезного поклона а считалось что это изысканная форма приветствия и поэтому все Курвозье убрав с лица улыбку и изобразив на лице отчужденность старались проделать это бесстрастное гимнастическое упражнение а Германты вообще и в частности Ариана лучше чем кто-либо знавший эти обряды если видели вас из экипажа не задумываясь приветливо махали рукой а в салоне предоставляя Курвозье соблюдать церемониал подражательных чопорных поклонов делали набросок изящного реверанса как другу протягивали вам руку улыбаясь голубыми глазами так что благодаря Германтам сущность шика до тех пор в известной мере полая и суховатая мгновенно наполнялась всем что так естественно притягивает к себе и что люди пытались упразднить радушием изъявлением непритворной радости непосредственностью вот так же но только в этих случаях им трудно найти оправдание люди которым инстинктивно нравятся плохая музыка и избитые мелодии нравятся потому что в них есть что-то ласкающее слух и общедоступное в конце концов овладев музыкальной культурой добиваются того что вытравляют в себе пристрастие к плохой музыке но достигнув этого и теперь уже с полным основанием девясь ослепительному блеску оркестровки Рихарда Штрауса они вдруг замечают что Штраус с невзыскательностью простительной Оберу вводит пошлейшие мотивы и тут все что они когда-то любили неожиданно находит для них в столь высоком авторитете оправдания и торжествующие они потом со спокойной совестью и сугубой благодарностью восторгаются в Соломее тем что им было воспрещено любить в бриллиантовой короне Рихард Штраус 1864 1949 годы немецкий композитор его опера Соломея создана в 1905 году во многом на сюжет одноименной пьесы Оскар Уальда Обер Эспри 1782 1871 годы французский композитор его комическая опера бриллиантовая корона на слова скриба создана в 1841 году Задала ли мадемуазель де Германт вопрос великому князю на самом деле или этот вопрос выдумали но обсуждали его во всех домах и это служило поводом для того чтобы рассказать как необыкновенно элегантно была на этом обеде одета Ариана но хотя роскошь именно поэтому она и была недоступна Курвазье порождает не богатство а расточительность все-таки расточительность длится дольше если она находит поддержку в богатстве а зато богатство дает ей возможность гореть всеми своими огнями приняв же в расчет мысли которые открыто высказывала не только Ариана но даже Маркиза де Вильпорези мысли о том что что знатность ничего не стоит что думать как бы пролезть повыше смешно что не в деньгах счастье что имеет значение только ум сердце и талант Курвазье могли питать надежду что получив такое воспитание у Маркизы Ариана выйдет замуж не за светского человека а за художника за арестанта за голодранца за вольнодумца что она окончательно примкнет к тому разряду людей которых Курвазье называли свихнувшимися у них тем больше было оснований на это уповать что Маркиза де Вильпорези переживавшая тогда с точки зрения общества кризис никто из людей блестящих к ней еще не вернулся открыто выражала свое отвращение к тем кто от нее отошел даже говоря о своем племяннике принце германском который продолжал бывать у нее она осыпала его насмешками за то что он кичил со своим происхождением но едва пришла пора выбрать для Арианы мужа идеи которые проповедовали тетушка и племянница обе спрятали в карман а на сцену выступил таинственный дух семьи вот почему как будто Маркиза де Вильпорези и Ариана только и говорили что о ценных бумагах да о родословных а не о художественных достоинствах произведений и не о душевных качествах и словно Маркиза на несколько дней умерла ее гроб стоял как это и произойдет потом в Камбрейской церкви где каждый член семьи лишившись своей индивидуальности и даже имени становился просто германтом о чем свидетельствовало на большом черном покрывале вышитая пурпуром и увенчанная герцогской короной одна единственная буква Г дух семьи не колеблясь остановил выбор интеллигентный фронзировавший проникнутый евангельским духом Маркизы де Вильпаризи на старшем сыне герцога германского принца де Лом и в день свадьбы за два часа у маркизы де Вильпаризи перебывала вся знать над которой она издевалась издевалась даже с близкими ей людьми из буржуазных семей кого она позвала на свадьбу кому принц де Лом завез карточки и с кем у него на будущий год все как отрежет к умножению несчастья и курвозье взгляд на ум и талант как на высшие социальные ценности снова начал пользоваться успехом у принцессы де Лом тотчас после свадьбы заметим в скобках что во взглядах Сен-Лу который он отстаивал когда жил с Рахилью когда заходил к ее приятелям когда собирался на ней жениться было как ни ужасалась его семья меньше лицемерия чем во взглядах девиц германт восхвалявших ум и почти не подвергавших сомнению идею всеобщего равенства поскольку в решительный момент они действовали так как если бы придерживались противоположных мнений то есть искали себе женихов среди богатейших герцогов Сен-Лу напротив осуществлял свои теории на практике оттого все про него и говорили что он сбился с пути понятно Рахиль строгим требованием нравственности не отвечала но если бы любая другая на ее месте вела себя так же как Рахиль и при этом была бы герцогиней или миллионершей то вряд ли викантесса де марсант восстала бы против брака своего сына возвратимся к принцессе де лом которая вскоре после смерти свекра стала герцогиней германской к великой досаде курвазье теории юной принцессы которые она по-прежнему не уставала излагать никак не отражались на ее поведении ее философия если только это можно назвать философией не наносила ни малейшего ущерба аристократической элегантности салона германтов скорее всего те кого герцогиня германская у себя не принимала полагали что это из-за того что они недостаточно умны а одна богатая американка у которой совсем не было книг за исключением никогда ее не раскрывавшегося томика парни в старом издании лежавшего потому что он подходил под стиль эпохи в маленькой гостиной на особом столике эта самая американка желая показать как высоко ценит она умственное развитие впивалась взглядом в герцогиню германскую когда та входила в оперу скорее всего и герцогиня была искренна составляя себе круг знакомых из людей умных когда Ориана говорила о женщине что она обворожительна или о мужчине что он потрясающе умен у нее по всей вероятности не было других оснований для того чтобы принимать их кроме обворожительности и ума в такие минуты дух германтов бездействовал спустившись в глубину и расположившись у потайного входа в ту область где находилась способность германтов к суждению бодрствующий этот дух не разрешал германтов находить что этот мужчина умен а эта женщина обворожительна если они не представляли ценности с точки зрения светской ни в настоящем ни в будущем о мужчине говорилось что у него можно почерпнуть массу сведений ну так как говорят о словаре или что он человек заурядный с умом коммива и жора у красивой женщины были манеры сверхдурного тона или же она была болтлива люди у которых не было никакого положения в обществе о ужас были снобы де бревете сосед германтов по имению гвал только у высочеств но он говорил о них с насмешкой и мечтал жить в музеях поэтому герцогиня германская негодовала когда де бревете называли снобом бабау сноб да вы с ума сошли мой милый как раз наоборот он не переваривает людей блестящих его никакими силами не заставишь с ними познакомиться даже у меня если я его приглашаю когда у меня кто-нибудь в первый раз в гостях он кряхтит это не значит что германты и на практике не ставили ум неизмеримо выше чем курвозье различие между германтами и курвозье давало в общем положительные результаты так герцогиня германская женщина впрочем загадочная этой своей загадочностью издали погружавшая в мечтательное раздумье многих поэтов устроила прием о котором мы уже говорили и от которого был в полном восторге английский король достигла же она этого тем что никогда не пришло бы в голову ни одному курвозье и на что никто из них никогда бы не осмелился помимо тех кого мы упомянули она пригласила композитора Гастона Лемера и драматурга Гран Мужена Гастон Лемер 1854 1928 годы французский композитор Гран Мужен Шарль 1850 1930 годы французский поэт и драматург создал либретто для ряда опер но особенно четко интеллектуальность герцогини проступала в отрицании с ее точки зрения чем выше рангом стоял человек добивавшийся чтобы она пригласила его к себе тем ниже был коэффициент его ума и обворожительности и приближался к нулю когда речь шла о главнейших венценосцах зато чем ниже стоял человек от трона тем коэффициент был выше например ее высочество принцесса Пармска принимала тех кого она знала с детства или тех что приходились родственниками герцогини такой-то или кого приблизил к себе кто-либо из государей хотя бы они были уродливы скучны или глупы так вот если одного любила принцесса Пармска если другая была теткой герцогини Дарпажон а третья каждый год жила по три месяца у испанской королевы то Курвазье этого было достаточно чтобы звать их к себе а герцогиня германская на протяжении десяти лет вежливо отвечавшая на их поклоны у принцессы Пармской не пускала их к себе на порог так как считала что между салоном в социальном смысле этого слова и салоном в материальном смысле разницы нет никакой если в салоне стоит мебель создающая впечатление заставленности свидетельствующая о богатстве хозяев но не красивая то это ужасный салон такой салон можно сравнить с художественным произведением автор которого не может удержаться чтобы не показать какой он знающий какой он блестящий стилист как легко ему все дается по мысли герцогини германской мысли верной краеугольным камнем салона так же как книги или дома должно было быть умение чем-либо жертвовать многие приятельницы принцессы пармской в отношениях с которыми герцогиня германская на протяжении ряда лет не шла дальше вежливо поклоны или обмена визитными карточками которых она никогда не звала к себе и у которых ни разу не была сама ни на каких торжествах мягко выражались свою обиду ее высочеству а принцесса когда герцог германский приезжал к ней без жены пыталась с ним об этом заговорить лукавый вельможа неверный муж у которого были любовницы но прекрасный помощник герцогини по части поддержания полного порядка в ее салоне и поддержания репутации Арианы как женщины остроумной ибо главной приманкой являлась именно ее остроумие задавал принцессе вопрос а разве моя жена с ней знакома ах ну тогда действительно но Ариана не любит женского общества ее окружает двор больших умов а я не муж ее я старше ее коммердинер если не считать двух-трех необычайно тонкого ума с женщинами ей скучно вот например вы ваше высочество так хорошо разбирайтесь в людях не станете же вы утверждать что маркиза де сувре остроумна конечно я понимаю вы приглашаете ее по своей доброте да и потом вы с ней знакомы вы говорите Ариана ее видел возможно но уверяю вас что мельком а кроме того принцессы я должен сознаться что тут есть доля и моей вины жена очень устала а она так ко всем благожелательно что если б я ее не сдерживал то у нас отбою не было бы от гостей не далее как вчера вечером хотя у нее была повышенная температура она из боязни обидеть герцогиню бурбонскую совсем уж была собралась к ней мне стоило большого труда переупрямить ее и в конце концов я просто не позволил закладывать экипаж знаете я даже думаю стоит ли мне заговаривать с Арианой о маркизе де сувре Ариана так любит ваше высочество что сейчас же пригласит маркизу де сувре у нас с одним визитом будет больше придется нам завязать знакомство с ее сестрой ее мужа я очень хорошо знаю с позволения вашего высочества я лучше ничего не скажу Ариане мы убережем ее от переутомления и от лишних волнений и смею вас уверить маркизе де сувре ничего от этого не потеряет она принята везде в самом блестящем обществе а ведь у нас собственно даже и не приемы а скромный ужин маркизе де сувре умрет со скуки принцесса пармская по простоте душевной была уверена что герцог германский не передаст ее просьбы герцогине и очень огорчена что из ее стараний добиться приглашения для маркиза де сувре ничего не вышло а в то же время ей было особенно приятно что она постоянная посетительница почти никому недоступного салона правда к ее чувству удовлетворенности примешивалась озабоченность приглашая к себе герцогиню германскую принцесса пармская всякий раз мучительно старалась припомнить кто же не угоден герцогине и кому следовательно не посылать приглашение в будние дни после неизменно раннего ужина на который принцесса по старой привычке всегда звала несколько человек салон принцессы пармской был открыт для постоянных посетителей и для высшей знати вообще французской и иностранной прием заключался в следующем выйдя из столовой принцесса садилась на диван за большой круглый стол беседовала с двумя самыми важными дамами которые у нее только поужинали или просматривала магазин а то играла в карты или делала вид что играет как это принято при германском дворе а то раскладывала пассианс а то вела разговор с настоящим или предполагаемым собеседником человеком непременно выдающимся магазин периодический иллюстрированный журнал около девяти часов вечера двери ведшие в большую гостиную поминутно отворялись затворялись и вновь отворялись и все время входили гости которые поужинали наспех или если они уже у кого-нибудь еще поужинали сказав что они сейчас придут ухитрялись улизнуть до кофе их цель была просто-напросто войти в одну дверь а выйти в другую наспех потому что они боялись опоздать к началу приема но принцесса занятой игрой или беседой притворялась будто не замечает вошедших и только когда они были от нее уже на расстоянии двух шагов изящным движением поднималась с дивана милостиво улыбаясь дамам те делали стоявшему перед ними ее высочеству реверанс скорее похожий на колено преклонения так чтобы ее губы оказались на уровне низко опущенной прелестной ручки принцессы и могли поцеловать ее но тут принцесса которую всякий раз как будто удивляла эта церемония хотя она изучила ее до тонкости поднимала колено преклоненную как бы почти насильно с бесподобной грацией нежностью и целовала в щеки скажут что эту грацию нежность вызывала смирение с каким вошедшее сгибало колени это верно при социальном равенстве по всей вероятности не будет вежливости но не от невоспитанности как принято думать а потому что у одних исчезнет почтительность рождаемая обаянием которое чтобы быть действенным должно владеть воображением главным же образом потому что у других исчезнет любезность которую вы проявляете и утончаете в том случае если чувствуете что для того с кем вы любезны эта ваша любезность представляет огромную ценность а в мире основанном на равенстве эта ценность тотчас же снизится до нуля как все ненастоящие ценности и все же вежливость в новом обществе может и не исчезнуть некоторые из нас чересчур твердо уверены что нынешний порядок вещей единственно возможный были же убеждены иные очень ясные умы в том что республика не сможет устанавливать дипломатические отношения и что крестьяне не потерпят отделение церкви от государства не сможет установить дипломатические отношения здесь Пруст повторяет мысли Ворумс Клавлена героя романа Анатолия Франца Ивовый манекен Ведь уж если на то пошло вежливость при социальном равенстве не большее чудо чем развитие железных дорог или использование авиации военных целях потом даже если бы вежливость исчезла у нас нет никаких доказательств что это было бы несчастьем не создается ли в обществе по мере его демократизации некая тайная иерархия весьма возможно политическая власть пап сильно укрепилась после того как они лишились владений и войск в двадцатом веке готические соборы куда больше радует глаз атеиста чем в семнадцатом они восхищали человека богобоязненного так что если бы принцесса Пармская правила страной то я говорил бы о ней столь же часто как о любом президенте республики то есть совсем бы не говорил подняв и поцеловав снискавшую благоволение хозяйки дома принцесса садилась на диван и опять принималась за пасьянс и только если вновь прибывшая была важной особой она предложив ей сесть в кресло удостаивала ее кратким разговором когда гостиная наполнялась стад с дамана которого возлагалась обязанность следить за порядком просила постоянных посетителей чтобы в гостиной было просторнее перейти в громадные увешанные портретами и забиловавшие редкими вещами имевшими отношение к бурбонам зал рядом с гостиной постоянные посетители охотно играли роль чичероны и рассказывали любопытные истории но молодые люди их не слушали молодым людям больше хотелось посмотреть на живых высочеств и при случае быть им представленными стад с дамой и фрейлинами чем рассматривать реликвии усопших государы поглощенные мысли о том с кем бы завязать знакомство и кому бы напроситься в гости они даже спустя несколько лет после первого посещения принцессы не имели понятия что заключает в себе этот драгоценный музей монархии в их памяти лишь неясно обозначались гигантские кактусы и пальмы придававшие этому средоточию изящества сходство с пальмарием в ботаническом саду герцогиня германская приезжала на вечера к принцессе изредка разумеется только по обету и чтобы проветриться а принцесса не отпускала ее от себя ни на шаг и шутила с герцогом но когда герцогиня приезжала к ужину принцесса не отваживалась звать обычных своих посетителей и встав из-за стола закрывала двери своего дома она боялась что недостаточно блестящее общество может оскорбить вкус разборчивой герцогини в такие вечера если являлись непредупрежденные завсегдаты швейцар объявлял ее королевское высочество сегодня не принимает и гости уезжали впрочем многие из друзей принцессы знали заранее что в этот день их не позовут то были сборища особые сборища недоступные для множества желающих неприглашенные могли почти точно угадать избранников и обиженным тоном говорили друг другу вы же знаете что Ариана Германская всюду разъезжает со всем своим штабом принцесса Пармская пользовалась этим штабом как стеной ограждавшей герцогиню от лиц которые вряд ли могли бы прийтись ей по душе но некоторым ближайшим друзьям герцогини некоторым из тех кто входил в блистательный ее штаб принцессе Пармской трудно было расточать любезности потому что они-то с нею были не слишком любезны принцесса Пармская должно быть вполне допускала что общество герцогини германской может доставлять больше удовольствия чем ее общество она вынуждена была признать что у герцогини в ее дни не протолкаешься и что она часто встречала у герцогини нескольких высочеств которые у нее только оставляли визитные карточки как не силилась она удержать в памяти словечки Арианы шить себе такие же платья также подавать к чаю пироги с земляникой все-таки бывали случаи когда она целый день проводила в обществе какой-нибудь статс дамы или советника одного из посольств вот почему если как например в былое время поступал сван кто-нибудь в конце дня непременно просиживал два часа у герцогини а к принцессе Пармской заглядывала раз в два года то принцесса не испытывала особого желания даже чтобы развлечь Ариану зазывать какого-нибудь там свана на ужин короче каждый приезд Арианы доставлял принцессе Пармской много хлопот такой нападал на нее страх что Ариане все у нее не понравится но зато и по той же причине когда принцесса Пармская ехала ужинать герцогине германской она была заранее уверена что у герцогини все будет хорошо чудесно боялась боялась она только что не поймет не запомнит и не усвоит мыслей и не сумеет понравиться людям и освоиться в их среде вот почему я привлекал жадно ее внимание не меньше чем нововведение класть на стол ветки с фруктами но ее смущало одно что же все-таки новая манера украшать стол или мое присутствие особенно притягивает к Риане составляет тайну успеха ее приемов и чтобы разрешить сомнения она задумала во время ближайшего приема получше рассмотреть и ту и другую приманку надо заметить однако что восторженное любопытство с каким принцесса Пармская приезжала герцогине вполне удовлетворяла веселящая опасная волнующая стихия куда принцесса погружалась с некоторым страхом трепетом и упоением словно в одну из тех волн что обдает волн от каких предостерегают наблюдающие за купальщиками предостерегают просто потому что сами не умеют плавать и откуда она выходила освеженной счастливой помолодевшей стихия именовавшаяся остроумием германтов остроумия германтов по мнению герцогини понятие такое же условное как квадратура круга ибо она полагала что из всех германтов отличается им только она славилась так же как турская свинина или реймское печенье конечно склад ума это же не цвет волос или кожи он не передается иные из друзей герцогини неродные по крови были так же остроумны как она но зато к некоторым германтов остроумие никакими силами вторгнуться не могло об их крепкие головы разбивались имственные способности не состоявшие в родстве с герцогиней обладатели германского остроумия были как правило люди яркие которые могли бы сделать себе карьеру в области искусства дипломатии парламентского красноречия или в армии но которые предпочли блистать в каком нибудь кружке быть может подобный выбор объяснялся недостаточной их самобытностью недостаточной предприимчивостью слабоволием нездоровьем незадачливостью или же снобизмом если для некоторых салон германтов надо сказать что это были случаи исключительные и послужил камнем преткновения в их карьере то сами германты тут были ни при чем так например у врача художника и дипломата казалось бы с большим будущим карьера не состоялось хотя они были гораздо способнее многих других от того что из-за близости к германтам на первых двух смотрели только как на людей советских а на третьего как на реакционера и они не получили признания у своих товарищей старинная мантия и красная шапочка которые все еще надевают члены факультетских президиумов являются или во всяком случае являлись совсем недавно чисто внешним пережитком прошлого с узостью его взглядов и с его кастовым духом профессора в шапочках с золотыми кистями подобно иудейским первосвященникам в конических колпаках замкнулись в кругу нетерпимо фарисейских взглядов замкнулись уже за несколько лет до дела Дрейфуса Дюбульбон в душе был художником но его спасло то что он не любил светского общества Котар часто бывал у Вердюренов но во-первых госпожа Вердюрен была его пациенткой во-вторых защитой ему служила его пошлость а кроме того он звал на свои пропахшие карболкой вечеринки только своих факультетских но в дружных корпорациях где кстати сказать устойчивость предрассудков шла в уплату за полнейшую непогрешимость самых высоких нравственных принципов на таких твердых кругах более снисходительных более свободных и очень скоро распадавшихся профессор в пунцовой атласной мантии подбитой горностаем как у дожа то есть герцога Венеции заперевшегося в своем герцогском дворце мог быть также добродетелен таких же благородных убеждений но вместе с тем также нетерпим к чужеродному элементу как другой герцог чудесный но беспощадный герцог де Сен-Симон для профессора чужеродным элементом был светский врач чужеродным по манере держать себя по кругу знакомств чтобы угодить и нашим и вашим несчастный из боязни что сослуживцы подумают что он ими гнушается какие мысли приходят иногда светскому человеку раз он не объединяет их с герцогиней германской рассчитывал что обезоружит их приглашая на ужин смешанное общество где представители медицинского мира растворялись в массе светских гостей он не подозревал что подписывает себе смертный приговор или точнее узнавал об этом когда совет десяти на самом деле в совет входило не десять человек а больше собирался по случаю того что освобождалась какая-нибудь кафедра вот тогда то из роковой урны извлекалось имя врача хотя и посредственного но зато не выделявшегося из своей среды и в старом здании медицинского факультета раздавалось вето такое же торжественное такое же смешное и такое же грозное как юро после которого умер мольер после которого умер мольер мольер скончался после третьего представления его комедии мнимый больной в которую он исполнял роль органа не лучше сложилась судьба и у художника он всю жизнь проходил с ярлыком светского человека а между тем светские люди занимавшиеся живописью в конце концов добивались того что к ним привешивали ярлык художника та же участь постигла и дипломата у которого было слишком много знакомых в реакционных кругах но такие случаи были чрезвычайно редки среди изысканных людей составлявших основу салона германтов преобладал тип человека добровольно отказавшегося или во всяком случае верившего в то что добровольно от всего остального от всего что было несовместимо со строумием германтов с обходительностью германтов с их непередаваемым обаянием ненавистным всякой более или менее централизованной корпорацией те кому было известно что в свое время один из теперешних постоянных посетителей салона герцогини получил золотую медаль в салоне что первые выступления в палате депутатов еще одного завсегдата адвоката секретаря коллегии прошли некогда с большим успехом что третий верой и правдой послужил франции на посту поверенного в делах имели основание считать неудачниками людей которые за 20 лет ничего больше не сделали но осведомленных было совсем немного о неудачнике об этом пожалуй не вспомнили потому что для них старые звания давно утратили всякое значение так сильно действовала на них остроумие германтов разве это же самое остроумие не обзывало тоской зеленой или приказчиком известных министров одного чуть-чуть напыщенного а другого любителя каламбуров министров которым газеты пели дифирамбы что не мешало герцогине германской если опрометчивая хозяйка дома сажала кого-нибудь рядом с ней зевать и проявлять все признаки нетерпения дело в том что репутация первостепенного государственного деятеля в глаза герцогини ничего не стоило и те из ее друзей которые решили не делать карьеру оставили военную службу не выставляли больше свою кандидатуру на выборах в палату депутатов которые ежедневно завтракали и беседовали со своей большой приятельницей встречались с ней у высочеств несмотря на то что они были не весьма лестного о них мнения так по крайней мере они говорили высказывались в том смысле что они избрали благую часть хотя их печальный вид даже когда всем остальным было весело заставлял усомниться в их искренности нельзя однако же не признать что светская жизнь была действительно изящна а разговоры у германтов при всей их незначительности действительно отличались тонкостью никакое самое высокое официальное положение не могло бы заменить приятность находиться в обществе иных любимцев герцогини германской которых не удалось бы заманить к себе самым могущественным министром если в ее салоне было похоронено множество честолюбивых притязаний человеческого ума и даже благородных стремлений то из их праха во всяком случае вырос удивительный цветок цветок светскости конечно такие умные люди как например сван тоже смотрели свысока на одаренных людей они презирали их герцогиню же германскую поднимало над всеми не умственное развитие а с ее точки зрения высшая редчайшая утонченнейшая разновидность ума возвышавшаяся до степени таланта в области устной речи остроумие таланта в былые времена вердуренов сван называл брешо педантом а эльстира мужланом несмотря на образованность первого и гениальность второго то подобного рода определения подсказывало ему просочившееся в него остроумие германтов он никогда не осмелился бы представить герцогини кого-нибудь из них он прекрасно знал как она отнесется к тирадам брешо и к балагурству эльстира дело в том что германты считали длинные претенциозные речи как серьезные так и зубоскальствующие самым несносным проявлением безмозглости а в роду у самих германтов германтов чистой воды не все отличались остроумием и это делало их непохожими например на членов литературных кружков с присущей всем одинаковостью произношения изложения а следовательно мышления но объясняется это конечно не тем что в светском обществе ярче индивидуальности и что поэтому там не так развито подражание ведь подражание требует не только полного отсутствия самобытности но и относительной тонкости слуха благодаря которой ты сперва улавливаешь то чему потом подражаешь между тем иные из германтов были также абсолютно лишены музыкального слуха как курвозье если взять для примера то что он называется имитацией но не в музыкальном смысле этого слова а в смысле имитировать кого-либо германты говорили шаржировать то хотя герцогиня германская достигла в этом искусстве поразительных успехов на курвозье она не производила никакого впечатления точно они были не люди а кролики объяснялось же это тем что они не умели подмечать недостатки или улавливать интонации которые старалась воспроизвести герцогиня когда она имитировала герцога лиможского курвозье возражали эээ нет он не совсем так говорит я как раз вчера ужинала вместе с ним у бебет он проговорил со мной весь вечер но не так а маломальские понимающие германты восклицали господи боже мой ариана кого хочешь насмешить а главное до чего похоже это его голос ариана изобразище лиможа и пусть даже эти германты я уже не говорю о герман необыкновенных которые когда герцогиня имитировала герцога лиможского восхищались он удивительно вам удался или как он тебе удался не были остроумны в том смысле какое вкладывало в это слово герцогиня германская и тут она была права тем не менее слыша и повторяя остроты герцогини они с грехом пополам переняли ее манеру выражаться позаимствовали частицу ее умения определять к чему-либо свое отношение частицу того что сван вслед за герцогиней назвал бы умением формулировать так что в их разговоре Курвазье слышалось что-то до ужаса похожее на остроумие Арианы который они называли остроумием германтов так как эти германты были не только родственниками но и почитателями Арианы то она других своих родственников по мужу она близко к себе не подпускала теперь она платила им презрением за их враждебные отношения к ней когда она была девушкой летом когда она и герцог делали визиты заходила к ним обычно вдвоем каждый такой визит превращался в целое событие сердце било сильнее у принцессы де Пене принимавшей в большой гостиной в первом этаже стоило ей завидеть точно бледное зарево безвредного пожара или разведывательные отряды внезапно напавшего противника неторопливо пересекавшую двор герцогиню ее прелестную шляпу и зонтик который герцогиня держала в руке из которого лился аромат лета ариана идет произносила принцесса таким тоном каким говорят берегитесь чтобы заранее уведомленные посетительницы в порядке без паники эвакуировали гостиной половина не решаясь остаться вставала куда же вы садитесь садитесь я вас очень прошу не уходить говорила принцесса и взгляд у нее был при этом открытый и нелицемерный какой и надлежало иметь светской даме а голос звучал фальшиво вам может быть надо поговорить между собой вы правда торопитесь ну что ж я к вам зайду говорила хозяйка дома тем гостям которых ей хотелось выпроводить герцог и герцогиня с отменной учтивостью кланялись людям с которыми они встречались у принцессы на протяжении многих лет но не знакомились и которые еле здоровались с ними только из вежливости когда гости уходили герцог самым милым видом расспрашивал про них притворялся будто его интересуют душевные качества этих людей которых он не принимал у себя по велению злой судьбы или потому что они действовали на нервы ариане кто эта славная дама в розовой шляпе что с вами вы же много раз видели ее у меня это виконтесса турская урожденная ла марзель а ведь она хорошенькая у нее умные глаза вот только верхняя губа не очень красивая а то она была бы просто изумительна если виконт турский существует то я думаю что ему живется нескучно знаете уриана кого мне напоминают ее волосы и брови вашу родственницу эдвиш длин так как герцогиня германская не любила когда при ней восхищались красотой какой-нибудь женщины то она спешила переменить разговор но она не принимала во внимание что ее муж любил блеснуть тем что ему известна вся подноготная людей которых он к себе не звал этим он надеялся создать о себе мнение человека более серьезного чем его жена вот вы упомянули ламарзель внезапно оживляясь говорил он я я припоминаю что когда я был в палате то слышал там одну совершенно замечательную речь эту речь произнес дядя молодой женщины которую вы у меня сейчас видели это настоящий талант нет деточка обращался герцог к виконтессе де гремон герцогиня германская не выносила ее но она все-таки не уходила так как добровольно играла у принцессы де пене унизительную роль субредки обомещая это на своей которую она придя домой била она оставалась вид у нее был смущенный жалкий но она все-таки оставалась при герцоге и его жене помогала им снять пальто всячески старалась услужить любезно предлагала пройти в соседнюю комнату не заваривайте для нас чаем мы потолкуем и все мы люди простые с нами разводить церемонии не нужно а помимо всего прочего говорил он принцессе де пене уже не обращая внимания на эгремон сгоравшая стыда безответно тщеславную хлопотунью мы можем посидеть у вас не больше четверти часа вся эта четверть часа представляла собой своего рода выставку острот которые набрались у герцогини за неделю и которыми она здесь разумеется не стала бы сыпать если бы герцог прибегнул к хитроумному приему а именно с напускной строгостью пробирая жену за неприятности которые у нее были из-за этих острот не вынуждал ее так что создавалось впечатление непреднамеренности повторить их принцесса депене любила свою родственницу а кроме того знала что та неравнодушна к комплиментам и она восхищалась ее шляпой ее зонтиком ее остроумием расхваливайте ее туалеты сколько хотите говорил герцог ворчливым тоном который он недавно выработал и который смягчал лукавой улыбкой чтобы никто не принял всерьез его неудовольствие но только ради бога не хвалите ее за остроумие мне легче было бы жить на свете без ее остроумия вы вероятно имеете ввиду ее плохой каламбур о моем брате паламеде продолжал он прекрасно зная что ни принцесса ни ее домашние еще не слыхали этого каламбура и ликуя при мысли что ему представляется случай показать свою жену во всем ее блеске во-первых если женщина прежде умевшая тут я спорить не стану довольно мило острить сочиняет дешевые каламбуры то честь это ей не делает а еще хуже что каламбур о моем брате человеке очень обидчивом и он может со мной рассориться мне только этого не хватало а мы ничего не слыхали ариана сочинила каламбур наверное прелестный ну расскажите же нет нет возражал герцог все еще сердитым тоном хотя теперь уже явственно слышал ушутливость я счастлив что до вас он не дошел я ведь действительно очень люблю моего брата теперь пора было заговорить герцогине и она обращалась к мужу послушайте базент я не понимаю на что тут обижаться паламеду и вы сами это отлично знаете он настолько умен что не станет злиться на глупую но нисколько не оскорбительную шутку вы так об этом говорите будто это какая-нибудь гадость но ведь в том мнении какое я о нем высказала ничего же смешного нет если вы так не возмущались никто не придал бы ему никакого значения я отказываюсь вас понимать мы умираем от любопытства в чем же все-таки дело да ничего особенного восклицал герцог германский вы может быть слышали что мой брат собирается подарить брезе замок своей покойной жены своей сестре марсант да но нам говорили что она отказалась ей не нравится местность и климат для нее неподходящий именно это кто-то сказал моей жене и заметил что брат дарит замок сестре не для того чтобы сделать ей приятно а чтобы ее уязвить шарлю говорит страшная язва но ведь вы же знаете что брезе настоящий королевский дворец стоит он по всей вероятности несколько миллионов раньше это было владение короля там один из самых красивых французских лесов многие были бы рады если бы их эдаким образом уязвили так вот услышав что шарлю называют язвой только за то что он собирается подарить дивный замок у арианы вырвалось вырвалось невольно это я могу подтвердить безо всякого злого умысла прямо-таки с быстротой молнии язва язва ну значит он язвений гордый да конечно понимаете продолжал герцог снова взяв ворчливый тон и обвел взглядом находившихся в гостиной чтобы уяснить себе как они оценили остроумие его жены хотя он довольно скептически относился к познаниям принцессы депене в области древней истории вы конечно понимаете что тут намек на римского императора торквиния гордого это глупо это неудачная игра слов недостойная арианы торквиний гордый последний римский царь правивший в шестом веке до нашей эры он правил жестоко и своевольно и был свергнут после чего была установлена республика я не так остроумен как моя жена зато я осторожнее я думаю о последствиях если не дай бог узнает брат то выйдет целая история самая скверная добавил он что поломет в самом деле человек очень высокомерный да к тому же очень самолюбивый болезненно воспринимающий то что толкует о нем за спиной даже и не в связи с замком прозвище извини гордо ему в общем подходит тут я ничего не могу сказать остроту моей супруги спасает то что даже когда она на грани пошлости она все-таки остается остроумной и довольно метко определяет людей так то благодаря язвению гордому то другой остроте родственные визиты герцога и герцогини пополняли запас рассказов принцессе и волнение поднимавшееся от этих визитов еще долго не утихало после ухода остроумной женщины и ее импресарио остротами арианы угощали сперва избранных приглашенных тех что оставались у принцессы вы слыхали про язвение гордого спрашивала затем принцесса де пене слыхала отвечала краснея маркиза де бавино от принцессы де сарсина ла рошуко но только это был уже не совсем точный пересказ конечно гораздо интереснее было бы это услышать так как все это излагали вам добавляла она словно желая сказать услышать под аккомпанемент автора мы говорили о последней остроте арианы ариана только что здесь была сообщали гостьи и она приходила в отчаяние от того что не пришла час назад как ариана была здесь ну да жаль что вы не пришли чуточку раньше отвечала принцесса де пене не упрекая недогадливую свою гостью но давая ей почувствовать как много она потеряла она мол сама виновата что не присутствовала при сотворении мира или на последнем спектакле с участием Каравало Каравало Мария Каролина 1827 1895 годы знаменитая французская оперная певица сопрано особенно удачно выступала в операх Гуно как вам понравилась последняя острота Арианы я признаться в восторге от язвения гордого эта же самая острота предлагалась в холодном виде на другой день за завтраком ближайшим друзьям которых только ради этого блюда и звали и потом еще целую неделю подавалась она под разными соусами даже во время ежегодного своего визита принцессе Пармской принцесса де Пене пользовалась случаем чтобы спросить ее высочество знает ли она остроту Арианы и все рассказать ей ах гизвини гордой восклицала принцесса Пармская и хотя она таращила от восторга глаза априори но умоляла дать ей дополнительные сведения и маркиза де Пене не отказывала принцессе Пармской в ее просьбе мне лично рассказ про извиние гордого неизмеримо больше нравится именно в этой редакции говорила в заключении маркиза де Пене на самом деле слово редакция совсем не подходило к истории этого каламбура но принцесса де Пене воображавшая что ей передалось остроумие германтов подцепила у Арианы выражение сформулировать редакция не употребляла их кстати и не кстати а принцесса Пармская недолюбливавшая принцессу де Пене находившая что она уродина со слов курвазье знавшая что она скупердяйка и верившая им что она злюка вспомнила что слово редакция она уже слышала от герцогини германской но только не знала в каких случаях оно уместно она и впрямь вообразила что вся прелесть язвения гордого зависит от редакции и хотя неприязненное чувство к этой уродливой и скупой даме у нее не прошло она не в силах была побороть в себе восхищение тем как хорошо принцесса де Пене усвоила остроумие германтов и даже решила пригласить ее в оперу она только сочла за благо сперва посоветоваться с герцогиней германской а принцесса де Пене которая в противоположность курвазье была всегда чрезвычайно любезна с Арианой и любила ее что не мешало ей завидовать тому какие у Арианы большие связи и слегка обижаться когда герцогиня прохаживалась при всех насчет ее скупости принцесса де Пене вернувшись домой рассказала с каким трудом дошел до принцессы Пармской язвений гордый прибавив что мол сколько же значит в Ариане снобизма раз она способна дружить с такой дурищей если бы даже я и хотела я бы не могла быть частой гостьей принцессы Пармской принц де Пене ни за что мне бы этого не позволил из-за ее безнравственности сказала она ужиновшим у нее друзьям она имела ввиду случаи будто бы доказывавшие распутство принцессы Пармской случаи от начала до конца выдуманные но откровенно говоря даже если бы муж у меня был не такой строгий я бы все-таки к ней не зачастила я не понимаю Ариану как она может постоянно с ней видеться я бываю у нее раз в год и с большим трудом высиживаю положенное время что касается тех курвуазье которые сидели у виктюрниены когда приходила герцогиня германская то ее приход обыкновенно обращал их в бегство потому что их раздражали распластывание перед Арианой и все же один из курвуазье остался в день язвения гордого он был человек образованный так что смысл этой шутки до него частично дошел и курвуазье начали всем и каждому рассказывать что Ариана прозвала дядю Паламеда язвением гордым при этом они отмечали что прозвище довольно удачное но выражали недоумение почему такой шум вокруг Арианы такого шума не было бы и вокруг королевы если разобраться то что собой представляет Ариана я не отрицаю что род германтов старинный но курвуазье не уступают им ни в чем ни в славе ни в древности и родня у нас не менее достойная не следует забывать что когда в парчевом лагере английский король спросил Франциска I кто здесь самый знатный сеньор французский король ответил курвуазье ваше величество парчевый лагерь имеется ввиду место где состоялась встреча французского короля Франциска I с английским королем Генрихом VIII 1520 год этот лагерь назывался так ибо место свидания королей было богато декорировано вообще говоря если бы все курвуазье присутствовали при том как Ариана отпускала шутки они бы их не оценили потому что они совсем по-иному рассматривали обстоятельства по поводу которых Ариана острила если например у какой-нибудь курвуазье во время приема гостей не хватало стульев или если разговаривая с гостьей но не узнав ее она путала ее имя или если слуга задавал ей нелепый вопрос то раздосадованная хозяйка краснела от стыда ее бросала в дрожь такого рода оплошности приводили ее в отчаяние если же у нее сидел гость и должна была прийти Ариана она спрашивала вы с ней знакомы и в ее властном тоне слышалась тревога она боялась как бы присутствия незнакомого человека не произвело на Ариану неприятного впечатления а герцогиня рассказывала о подобных происшествиях случившихся у нее так что германты хохотали до слез и чуть ли не жалели о том что это не у них не хватило стульев что это не они и не их слуги сказали что-нибудь не в попад что это не к ним пришел человек которого никто не знал вот так же мы завидуем тому что великих писателей чуждались мужчины и обманывали женщины ибо если не унижение и не страдание пробудили в них талант то во всяком случае они послужили темой для их произведений а еще курвазье были не способны возвыситься до того чтобы ввести в светскую жизнь новшества какие вводила герцогиня германская и приспосабливая ее по внушению безошибочного инстинкта к требованиям времени притворять в произведении искусства а ведь чисто рассудочное применение строгих правил дало бы здесь такие же плачевные результаты как если бы кто-нибудь стремясь добиться успеха в любви или в политике начал совершать подвиги Бюсси Дамбуаза Бюсси Дамбуаз Луи 1549-1579 годы французский дворянин прославивший со своими дуэлями и галантными похождениями красочно расписанными в романе Дюма графиня де Монсоро когда Курвазье устраивали семейный ужин или ужин в честь владетельного князя то они ни за что не позвали бы на такой ужин остроумного человека приятеля их сына с их точки зрения это было неприличие которое могло бы произвести самое неблагоприятное впечатление одна из Курвазье дочь министра при императоре устраивая утренний прием в честь принцессы Матильды с помощью геометрических построений пришла к выводу что приглашать надо одних бонапартистов Матильда 1820 1904 годы племянница Наполеона первого дочь его брата Жерома Бонапарта в 1840 году вышла за графа Анатолия Демидова 1812 1870 годы с которым вскоре разошлась хозяйка популярного салона где бывали многие литераторы в том числе Проспер Меремет А она почти никого из них не знала Беспощадность ее дошла до того что все ее знакомые элегантные дамы все симпатичные мужчины получили ставку потому что по логике Курвуазье поскольку они были связаны с легитимистами или сами были легитимистами они могли не понравиться ее императорскому высочеству Принцессу Матильду принимавшую себя цвет сен-жармянского предместья не могло не удивить что у госпожи де Курвуазье никого нет кроме одной известной лизаблюдки водовы префекта эпохи империи водовы директора почт и еще нескольких человек преданных Наполеону Третьему глупых и скучных это не помешало принцессе Матильде излить многоводные и ласковые потоки монаршей милости на этих жалких дурнушек но уж зато когда пришла очередь герцогине германской принимать принцессу то она и не подумала звать их к себе а вместо них без всяких априорных соображений насчет бонапартистов собрала она и роскошнейший букет красавиц величин знаменитостей которые как подсказывали ей особое чутье такт и музыкальность должны были прийтись по сердцу племянницы императора хотя бы они были из королевской семьи тут находился даже герцог омальский но когда принцесса уходя подняла герцогиню германскую сделавшую реверанс и собиравшуюся поцеловать ей руку то поцеловав ее в обе щеки она совершенно искренне сказала что никогда еще так приятно не проводила время и не запомнит такого интересного вечера принцесса пармская была настоящей курвазье по неумению вводить новшества в дела светские но в отличие от курвазье то чем беспрестанно озадачивала ее герцогиня германская вызывало у нее не враждебное чувство а восхищение изумление принцессы с годами росло еще и от того что она была человеком страшно отсталым герцогиня германская на самом деле была не такой передовой как это ей казалось но чтобы ошеломлять принцессу пармскую достаточно было быть более передовой чем она а так как каждое новое поколение критиков только тем и занимается что высказывает мысли прямо противоположные тому что принимали за истину их предшественники то герцогине стоило изречь что флобер этот враг буржуа прежде всего сам буржуа или что у вагнера много от итальянской музыки и перед принцессой всякий раз ценою чрезвычайного напряжения сил точно пловцу в бурю открывались дали как ей представлялось невиданные и так и остававшиеся для нее неясными в состоянии ошеломленности приводили ее парадоксы герцогини не только относительно произведений искусства но и относительно общих знакомых а также относительно событий происходивших в свете разумеется не умение принцессы пармской отличать подлинное остроумие германтов от неразвившихся форм этого же остроумия заимствованных другими вот почему принцесса уверившая себя что иные представители и особенно представительницы рода германтов люди большого ума потом всякий раз чувствовала себя неловко когда герцогиня улыбаясь обзывала их дурачем являлась одной из причин того неизменного изумления какое вызывали у нее суждения герцогини германской о людях но тут была еще одна причина и я в то время знавший книги лучше чем людей а литературу лучше чем свет понимал ее так что герцогиня ведшая светский образ жизни образ жизни праздный и бесплодный имеющий такое же отношение к настоящей общественной деятельности какое в области искусства критика имеет к творчеству приписывает всему своему окружению неустойчивость взглядов и нездоровую жажду резонера который чтобы напоить свой высохший ум подхватывает парадокс еще не совсем утративший свежесть и который не посовестится присоединиться к утоляющей его жажду оценки эфигении печини будто бы она лучше эфигении глюка а в случае чего и к тому мнению что истинная федра это федра продона печини николо 1720 1828 1800 годы неаполитанский композитор соперник немецкого композитора кристофа вилебальда глюка 1714 1787 годы оба они работали в париже глюк провел реформу оперы наполнив ее музыку большим драматическим содержанием печини же был сторонником старых традиций музыкальные круги живо включились в эту полемику разделившись на глюкистов и печинистов продон никола 1632 1698 годы посредственный французский драматург пытавшийся соперничать с расином он написал трагедию федра и полит в том же 1677 году что и расин свою федру когда интеллигентная образованная умная девушка выходила замуж за конфузливого тупицу которого мало кто знал и о котором никто никогда не говорил в один прекрасный день герцогиня германская устраивала пиршество для своего ума и не только описывала жену но и открывала мужа если бы например чета говажо вращалась в том же обществе герцогиня германская объявила бы что маркиза де говажо дура а маркиз человек интересный непонятый очаровательный которому не дает слова сказать балаболка жена хотя он на сто голов выше ее и провозгласив это герцогиня почувствовала бы что она освежилась подобно критику который после того как на протяжении семидесяти лет все восхищались Эрнани признается что ему больше нравится влюбленный лев Эрнани знаменитая драма Виктора Гюго совершившая переворот во французском театре 1830 год ее премьера вылилась в ожесточенную схватку классиков и романтиков Влюбленный лев комедия второстепенного французского драматурга Франсуа Понсара 1814 и 1867 годы эпигона классицизма поставлена в 1866 году Если все жалели примерную женщину жалели со времен ее молодости женщину поистине святую вышедшую замуж за подлеца то в силу той же нездоровой потребности в оригинальничанье ради оригинальничанья герцогиня германская в один прекрасный день настаивала на том что этот подлец человек хотя и легкомысленный но очень добрый и что на низкие поступки его толкает бессердечие жены Я знал что критике нравится затенять не только целые творения просуществовавшие длинный ряд столетий ей также доставляет удовольствие внутри какого-нибудь произведения вновь погружать во мрак то что долго лучилось и извлекать на свет то что казалось обречено на вечное забвение На моих глазах Беллини Винтергальтер иезуитские зодчи краснодеревцы эпохи реставрации занимали места гениев объявлявшихся увядшими объявлявшихся единственно потому что увяли бездельники интеллигенты так всегда рано увядают и отличаются таким же непостоянством неврастеники Беллини Винченцо 1801 1835 годы плодовитый оперный композитор автор таких популярных опер как Самнамбула и Норма Винтергальтер Франц 1806 1873 годы немецкий художник портретист и жанрист он много работал в Париже где его заказчиками были по преимуществу представители аристократии иезуитские зодчие имеются в виду второстепенные архитекторы 17-го и 18-го веков строившие в стиле барокко В моем присутствии превозносили Сент-Бева или только как критика или только как поэта ругали стихи Мюссе хвалили его бессодержательные пьесы и восхищались его рассказами некоторые эссеисты ставящие выше самых знаменитых сцен из Сида и Палиевкта монолог из лжеца только потому что он подобно старинному плану дает представление о Париже 17-го века разумеется не правы с точки зрения чисто художественной но отдаваемое ими предпочтение можно по крайней мере объяснить их интересом к истории в отличие от суждений блажной критики в этом предпочтении эссеистов есть рациональное зерно Палиевкт лжец трагедия и комедия Пьера Корнеля написаны соответственно в 1641 и 1643 годах критика готова отдать всего Мольера за один стих из Шалова и утверждая что тристан Вагнера вообще невыносимо скучен одобряет только чудную ноту рога во время охоты эта вкусовая извращенность критики помогла мне понять вкусовую извращенность герцогини германской уверявшей что какой-нибудь человек ее круга которого все считали малым славным но глупым чудовищный эгоист и что он только прикидывается просточком что еще кто-нибудь славившийся своей щедростью на самом деле олицетворение скупости что заботливая мать оказывается не смотрит за своими детьми а женщина по общему мнению безнравственная украшена самыми высокими добродетелями испорченные очевидно пустотой светской жизни ум и душа герцогини германской были до крайности неустойчивы вследствие чего очарованность скоро сменялась у нее разочарованностью так же как ее вновь и вновь ввлекло к тому роду остроумие в котором она старалась усовершенствоваться и которому потом временно охладевала и вследствие чего хороший человек чье обаяние она на себе испытывала потом если он слишком часто бывал у нее и чересчур настойчиво добивался от нее советов которые она не в состоянии была ему дать начинал раздражать ее хотя на самом деле раздражал герцогиню не ее поклонник как это ей представлялось а ее неспособность наслаждаться неспособность свойственная всем кто довольствуется погоней за наслаждениями переменчивость герцогини не распространялась только на ее мужа он один никогда не любил ее она чувствовала несокрушимую твердость его характера чувствовала что ее капризы на него не действуют чувствовала его пренебрежительное отношение к ее красоте знала его вспыльчивость знала какая у него несгибаемая воля понимала что лишь в рабстве у таких людей как он люди нервные обретают спокойствие вместе с тем у герцога германского любившего один единственный тип женской красоты но все еще искавшего этот тип часто меняя любовниц оставалось когда он их покидал постоянная неизменная сообщница с которой между прочим можно было посмеяться над ними которая часто раздражала его своей болтовней но которую насколько ему было известно все считали самой красивой самой нравственной самой умной и самой образованной из аристократок сходясь на том что герцогу германскому очень повезло на жену всегда покрывавшую его безобразие умевшую устраивать приемы как никто кроме нее не умел укреплявшую за своим салоном славу лучшего салона в сен-жерменском предместе герцог был того же мнения он часто злился на жену но и гордился ею обожавший роскошь и в то же время прижимистый он отказывал жене в пустячных суммах на благотворительность на прислугу но считал что у нее должны быть самые богатые наряды и самые красивые выезды наконец он стремился к тому чтобы все оценили остроумие его жены а герцогиня германская когда она придумывала сегодня по поводу достоинств а завтра вдруг по поводу недостатков одного и того же своего приятеля новый изысканный парадокс сгорала от нетерпения проверить придется ли он по вкусу тем кто способен оценить его насладиться его психологической оригинальностью сгорала от нетерпения блеснуть лапидарной его язвительностью разумеется в новых ее суждениях обыкновенно было не больше правды чем в прежних часто даже еще меньше но именно благодаря своей обычности и неожиданности они казались особенно умными и слышавших эти парадоксы подмывало пересказать другим вот только объектом психологических экспериментов герцогини оказывался обычно человек ей близкий и те с кем она спешила поделиться своим открытием не подозревали что он уже у нее не в фаворе словом герцогиня германская стяжала себе славу на редкость верного друга отзывчивого доброго и преданного это мешало ей бросаться в атаку в лучшем случае она могла вмешаться в разговор как бы вынужденная к этому как бы нехотя и подать реплику чтобы всем казалось что она хочет утихомирить спорящих что она возражает своему сообщнику на самом же деле она поддерживала сообщника который ее на это вызвал и вот именно в такой роли был неподражаем герцог германский еще одно удовольствие удовольствие импровизирующей актрисы доставляло герцогине германской высказывать неслыханные суждения о событиях происходивших в свете именно те которые волновали кровь принцессы паромской своею неиссякаемую упоительную неожиданностью но стараясь постичь какого рода удовольствие получала от этого герцогиня я опирался не столько на литературную критику сколько на политическую жизнь и на парламентскую хронику когда следовавшие один за другим и один другому противоречившие эдикты посредством которой герцогиня германская то и дело заставляла свое окружение коренным образом менять отношения к людям начинали надоедать ей она старалась исследуя свое поведение в обществе принимая даже наименее важные решения каких требовал от нее свет жить теми искусственно подогреваемыми страстями которые воодушевляют депутатов на заседаниях исполнять те придуманные обязанности которые возлагают на себя политические деятели сплошь да рядом бывает так министр объясняет палате почему он считал правильным придерживаться такой-то линии поведения и эта линия представляется бесспорной человеку здравомыслящему на другой день читающему в газете отчета заседаний а потом тот же здравомыслящий человек вдруг приходит в волнение и начинает сомневаться прав ли он был одобряя министра когда читает дальше что речь министра вызывала сильный шум в зале что оратора прерывали неодобрительные восклицания вроде это очень опасно исходивший из уст депутатов с таким длинным именем и такими длинными титулами и встретивший такую явную поддержку зала что сами его слова это очень опасно в приостановке произведенными в речи министра занимают меньше места чем полустишее в александрийском стихе так например когда герцог германский в те времена принц де лом заседал в палате в парижских газетах можно было иной раз прочитать хотя предлагалось это главным образом вниманию мезеглистского округа чтобы показать избирателям что они отдали голоса депутату небездеятельному и небессловесному господин де герман буйон принц дэлом это очень опасно голоса депутатов центра и некоторых правых правильно правильно оживление среди крайне левых здравомыслящий читатель еще не окончательно утратил веру в мудрость министра но сердце у него опять заколотилось при первых же словах оратора отвечавшего министру если бы я сказал что я изумлен ошеломлен заметное оживление в правой стороне амфитеатра то эти слова были бы бессильны передать впечатление какое произвела на меня речь того кто как я полагаю все еще входит в состав правительства гром аплодисментов некоторые депутаты устремляются к скамье министров господин товарищ министра почты телеграфов утвердительно кивает головой гром аплодисментов окончательно сламывает внутреннее сопротивление здравомыслящего читателя он уже проникся убеждением что министр ведет политику оскорбительную для палаты возмутительную хотя на самом деле ни к каким крайним мерам министр не прибегает разумные действия министра как например заставить богатых платить больше чем платят бедные расследовать какое-нибудь темное дело вести политику мирную он уже находит предосудительными и усматривает в них нарушения принципов о которых он по совести говоря никогда не думал которые в природе человека не заложены но которые будоражат человека потому что обладают способностью поднимать шум и собирать значительное большинство голосов в палате нужно однако заметить что это хитроумие политических деятелей которое помогло мне разобраться в том что собой представляет круг германтов а потом что собой представляют и другие круги есть лишь доведение до крайности того утонченного способа интерпретации который обыкновенно называют чтением между строк на многолюдных собраниях этот утонченный способ принимает уродливые формы вследствие того что там он доводится до крайности если же люди совершенно лишены такого рода утонченности то это значит что они глупы ибо они все понимают буквально ибо им неясно что освобождение видного должностного лица от исполнения его обязанностей согласно его личной просьбе означает увольнение и они объясняют себе это так его не уволили он же сам подал в отставку что когда русские воюющие с японцами по стратегическим соображениям отступили на более укрепленные заранее подготовленные позиции то это означает их поражение что когда германский император дает какой-нибудь провинции автономию в делах религий то это значит что он отказывается предоставить ей независимость вернемся однако к заседаниям палаты не лишено вероятия что когда заседания только-только начинаются сами депутаты оказываются в роли здравомыслящего человека читающего отчеты узнав что бастующие рабочие направили делегатов к министру они быть может в простоте душевной говорят себе сейчас услышим договорились они или нет надо надеяться что все уладилось говорят себе в тот момент когда министр поднимается на трибуну в полной тишине а тишина уже сама по себе искусственно разжигает страсти первые слова министра мне нет необходимости докладывать палате что обязанности члена правительства для меня священны и что в силу этого я не мог принять делегацию по самому мною высокому положению я не вправе вступать с нею в переговоры эти его слова действуют на депутатов как сценический эффект ибо такого оборота их здравый смысл никак не мог ожидать но именно потому что это настоящий сценический эффект слова министра покрываются столь бурными аплодисментами что ему лишь несколько минут спустя удается заговорить снова а когда он садится на свое место коллеги поздравляют его они также возбуждены как в тот день когда он не позвал на свой юбилей праздновавшийся торжественно с участием официальных лиц председателя муниципального совета который был к нему настроен враждебно и говорят что и тогда и теперь в нем сказался настоящий государственный деятель в те времена герцог германский что очень коробило Курвуазье часто вместе со своими коллегами ездил поздравлять министра мне рассказывали что даже когда герцог играл довольно важную роль в палате когда о нем говорили как о будущем министре или посланнике он если к нему приходил с просьбой приятель держал себя с ним на удивление просто и был настолько тактичен что не корчил из себя видного государственного деятеля не в пример всем прочим которые не принадлежали к роду герцогов германских но это он только говорил что не придает никакого значения родовитости что он ничем не выше своих коллег а думал совсем иначе он добивался назначения на высокие посты притворялся что ценит их а в душе презирал и для себя самого оставался герцогом германским вот почему в нем не было надутости какая появляется у тех кому обещают видные должности и кто поэтому становится неприступным таким образом его гордость не позволяла ему хоть в чем нибудь изменить свое подчеркнуто непринужденное обращение с людьми этого мало она охраняла и ту ненаигранную простоту какая была ему свойственна вернемся к неправильным но волнующим как постановление государственных деятелей приговором выносившимся герцогиней германской она озадачивала германтов курвазье все сен-жерменское предместье и больше чем кого-либо принцессу пармскую неожиданными своими декретами а за ее декретами чувствовались принципы но принципы герцогини были ясны не до конца и это их неполная ясность особенно всех изумляло если вновь назначенный греческий посланник устраивал костюмированный бал то каждый обдумывал свой костюм и все задавали себе вопрос какой костюм будет у герцогини один предполагал что она захочет нарядиться герцогиней бургундской другой считал вполне возможным что на ней будет костюм принцессы дюжабара третий что костюм психеи принцесса дюжабара персонаж арабских сказок принцесса несуществующей фантастически богатой страны наконец на прямой вопрос одной из курвазье у тебя какой будет костюм ориана следовал ответ да никак ответ которого никто не ожидал и который вызывал самые разные толки ибо он прояснял что действительно думает ориана о том какое положение в обществе занимает вновь назначенный греческий посланник и о том как нужно к нему относиться прояснял мнение орианы которое не худо было бы предугадать а именно что герцогиня не подобает присутствовать на костюмированном балу у этого вновь назначенного посланника я не считаю нужным ехать и греческому посланнику я с ним не знакома я не гречанка зачем я туда поеду мне там делать нечего говорила герцогиня но ведь все же к нему поедут наверное там будет очень мило восклицала герцогиня де голардон ну ну ведь приятно и посидеть дома возражала герцогиня германская курвозье все еще разводили руками а германты не подражая герцогине соглашались с ней конечно не все могут себе позволить как ориана нарушать обычаи но отчасти она пожалуй права она хочет показать что нам не к лицу низко поклонства перед иностранцами которые неведомо откуда у нас появляются разумеется зная сколько всегда бывает разговоров о каждом ее поступке герцогиня с таким же удовольствием появлялась на семейном торжестве в доме хозяева которого не смели и думать что она счастливит и с каким оставалась дома или ехала с мужем в театр в тот вечер когда все ехали на бал или же когда ожидалось что она затмит лучшие бриллианты своей фамильной диадемой являлась без единой драгоценности и не в том туалете который ошибочно считалось обязательным надевать на такие вечера герцогиня была антидрейфусаркой что не мешало ей верить в невиновность дрейфуса вот так же она вела светский образ жизни а верила только в идею но она привела всех в полное изумление на вечере у принцессы де линь она продолжала сидеть когда все дамы встали при появлении генерала мерсье а затем встала громко предложив своим спутникам следовать за ней когда начал доклад оратор националист она хотела этим показать что светское общество не место для разговоров о политике все повернулись в ее сторону на концерте в великую пятницу несмотря на свое вольтерианство она вышла из концертного зала от того что считала недопустимым выводить на сцену Христа Мерсье Агюст 1838 1921 годы французский генерал военный министр в 1894 году когда Дрейфусу было предъявлено обвинение в измене всем известно в какое волнение приводит даже самых важных дам наступления времени года когда начинаются балы маркиза де Монкур болтливая убедившая себя в том что она знаток человеческой души бестактная от того часто говорившая глупости не нашла ничего лучшего как сказать кому-то из тех кто пришел выразить ей соболезнования по случаю кончины ее отца герцога де Монмаранси самое печальное что такое несчастье случается с вами когда ваш подзеркальник завален пригласительными билетами так вот именно в то время года когда все спешили пригласить герцогиню германскую на ужин боясь как бы кто-нибудь не перехватил ее она отказывала по одной единственной причине о которой светский человек ни за что бы не догадался ее интересовали норвежские фьорды и она собиралась поехать туда морем люди из высшего света были потрясены и хотя подражать герцогине никто из них не намеревался они почувствовали некоторое облегчение вроде того какое чувствуют читатели Канта когда приводя самые веские доказательства в пользу детерминизма он потом открывает над миром необходимости мир свободы любое открытие которое никому из нас прежде не приходило в голову волнует умы даже тех кто не сумеет извлечь из него пользу изобретение пароходного сообщения сущный пустяк по сравнению с решением воспользоваться пароходным сообщением в то время когда обычно никто не трогается с места из-за начала сезона балов мысль что можно добровольно отказаться от сотни званых обедов и завтраков от двух сотен чашек чаю от трех сотен званых вечеров от самых блестящих понедельников в опере и вторников во французской комедии ради норвежских фьордов была так же непонятно Курвазье как двадцать тысяч лье под водой но и они ощущали в ней прелесть независимости и так не проходило дня чтобы вам не задавали не только вопроса слыхали последнее словцо арианы но и вы слыхали о последнем номере арианы и к последнему номеру арианы и к последнему словцу арианы непременно прибавляли как это характерно для арианы вот так ряна в этом вся ариана Последний номер Арианы состоял, например, вот в чем. Ей поручалось ответить от имени одного патриотического общества кардиналу Икс, епископу Маконскому. Герцог Германский обычно называл его господин де Маскон. Ему казалось, что это пахнет старой Францией. И все старались угадать, как будет написано письмо, но никто не сомневался, что обратится она к кардиналу «Ваше Высокопреосвященство» или «Монсеньор». А вот насчет дальнейшего можно было только строить догадки. Ариана же, ко всеобщему изумлению, обращалась к нему «Господин кардинал» или по старинному академическому обыкновению «Брат мой». Так в былые времена обращались друг к другу князья церкви, германты и государи, прося Бога сохранить их своею благодатью. Маскон. В старо-французском языке это слово произносилось именно так. «С» выпало значительно позже. Чтобы в свете заговорили о последнем номере Арианы, от нее требовалось хотя бы вот что. На спектакле, который смотрел весь Париж, на премьере очень милой пьесы, когда публика искала герцогиню германскую в ложе принцессы Пармской или принцессы Германской, и во многих других ложах, куда ее приглашали, она должна была сидеть в кресле одна, в черном платье, в малюсенькой шапочке, а войти в зал до поднятия занавеса. «Если пьеса стоящая, то лучше не опаздывать к началу», — говорила герцогиня, шокируя Курвазье и восхищая германтов и принцессу Пармскую, которых вдруг осеняло, что правило смотреть пьесу самого начала новее других правил, что в нем больше оригинальности и благоразумия...» У Арианы не было намерения кого-либо этим удивлять, чем приезжать к последнему действию после званого ужина или вечера. У принцессы Пармской могли возникнуть самые разные поводы, чтобы прийти в изумление, и ей надо было быть к этому готовой, когда она задавала герцогине германской вопрос, касавшийся литературы или светской жизни. Вот почему на ужинах у герцогини ее высочество выбирало самый незначительный предмет для разговора, да и то с тревожной и блаженной осторожностью купальщицы, выплывающие между двух валов. Салон герцогини германской, так же, как по лебницу каждая монада, отражая в себе вселенную, вносит в нее что-то свое, отличался от двух-трех почти не уступавших ему и возвышавшихся над другими салонами Сен-Жерменского предместия. Между прочим, тем, и это была как раз наименее приятная его особенность, что его обычно посещали очень красивые женщины, единственным правом которых на вход в этот салон была их красота. То, в каких целях она была нужна герцогу германскому, и присутствие которых не вызывало сомнений, что если в других салонах хозяева прежде всего ценители редких картин, то здесь муж является страстным поклонником женских прелестей. Лейбниц. Здесь Пруст имеет в виду теорию немецкого философа Готфрида Вильгельма Лейбница, 1646-1716 годы, согласно которой мир наполнен монадами, самостоятельными духовными сущностями, обладающими способностью движения. Красавицы были чуть-чуть похожи друг на друга. Дело в том, что герцогу нравились женщины высокого роста, величественные и вместе с тем беззастенчивые, представлявшие собой нечто среднее между Венерой Милосской и Самофракийской победой. Самофракийская победа. Античная статуя победы Ники, раскопанная в 1863 году на острове Самофракия в Эгейском море. Ныне находится в Лувре. Чаще это были блондинки, реже брюнетки, иногда рыжие, как, например, появившаяся недавно и присутствовавшая на том ужине, на который был приглашен я, Викантесса Дерпажон. Еще недавно герцог был в нее влюблен без памяти, долго заставлял ее посылать себе по десяти телеграмм в день, герцогиню это слегка раздражало, и когда уезжал в Германт, то пользовался для переписки с ней почтовыми голубями, и так был к ней привязан, что в ту зиму, когда жил в Парме, раз в неделю, тратя на путешествие два дня, приезжал повидаться с ней в Париж. Почти все красивые эти статистки были когда-то любовницами герцога, к их числу принадлежала и Викантесса Дерпажон, или же романы его с ними приближались к концу. Все-таки, пожалуй, не столько красота и щедрость герцога побуждали их уступать его желаниям, сколько обаяния герцогини, под которым они находились, и надежды на то, что они будут приняты у нее в салоне. А ведь они тоже были из высшей аристократии, только сортом ниже. Впрочем, герцогиня не ставила им непреодолимых преград на пути их проникновения к ней. Она помнила, что многие из них оказывались ее союзницами, благодаря которым ей удавалось в большинстве случаев добиться крайне ей необходимого, в чем муж отказывал ей наотрез, если не был тогда покорен другой женщиной. А что герцогиня принимала только тех женщин, с которыми у герцога была весьма длительная связь, то объяснялось это вернее всего вот чем. Когда на герцога, как буря налетала страсть, ему казалось, что это мимолетное увлечение, и он полагал, что вознаграждать любовницу приглашением к жене — это слишком большая для нее честь. Между тем, он готов был предложить такое вознаграждение за нечто гораздо меньше, за первый поцелуй, если он неожиданно для себя наталкивался на сопротивление, или наоборот, не встречал никакого сопротивления. В любви признательность, желание доставить удовольствие часто побуждают быть более щедрым, чем щедрые напосулы надежда и вожделения. Но в таких случаях исполнению желания герцога мешали другие обстоятельства. Начать с того, что всех женщин, отвечавших герцогу взаимностью, он превращал в невольниц иной раз даже до того, как они сдавались. Он не разрешал им с кем-либо встречаться, почти все время проводил с ними, занимался воспитанием их детей, которым он иногда дарил братцу или сестрицу, о чем свидетельствовало потрясающее сходство. Потом, если в начале связи знакомство с герцогиней германской, никоим образом не входившее в намерения герцога, представляло известный интерес для его любовницы, то с течением времени связь меняла ее отношение к нему. Герцог был для нее уже не только мужем самой элегантной женщины в Париже, но и человеком, которого она любила, а кроме того, человеком, который давал ей деньги и приучил к более широкому образу жизни, и благодаря которому она теперь иначе отвечала себе на вопрос, что важнее, снобизм или выгода. Наконец, у некоторых любовниц герцога просыпалась ревность герцогинь германская и принимала всевозможные виды, но это был самый редкий случай. К тому же, когда день представления герцогини наконец наступал, обычно, когда герцог охладевал к своей возлюбленной, а поступки герцога, как и поступки каждого человека, чаще всего обусловливались предшествовавшими его действиями, на которые его теперь уже ничто не толкало, то часто оказывалось, что сама герцогиня германская пожелала встретиться с любовницей герцога, которая была ей необходима, в которой она чаяла найти драгоценную союзницу в борьбе со своим грозным мужем. Не следует думать, однако, редкие мгновения, когда герцогиня, сидя у себя дома, слишком много говорила, и когда герцог выходил из себя, или когда он упорно молчал, что было еще страшнее, эти редкие мгновения в счет не идут, что герцог германский не соблюдал по отношению к своей жене так называемых правил приличия. Люди, которые не знали их близко, могли составить себе на этот счет неверное представление. Иногда осенью, между скачками в Довиле, лечением на водах и охотой в Германте, в течение нескольких недель, которые принято проводить в Париже, герцог, зная, что герцогиня любит кафе Шантаны, ходил с ней туда по вечерам. Публика тотчас же обращала внимание на появлявшегося в одной из маленьких двухместных лож Бенуара Геркулеса в Смокинге. Во Франции каждую вещь, о которой с большим или меньшим правом можно сказать, что она британского происхождения, называют не так, как в Англии. С моноклем, державшего в большой, но красивой руке на безымянном пальце, который сверкал сапфир, толстую сигару и время от времени затягивавшегося, почти не сводившего глаз со сцены и лишь изредка бросавшего взгляд на портер, где он, кстати сказать, никого не знал, и придававшего тогда своему лицу мягкое, сдержанное, благожелательное, учтивое выражение. Если куплет казался герцогу смешным и не чересчур непристойным, он с улыбкой оборачивался к жене, добродушно, заговорщицки подмигивал ей, и то невинно веселое настроение, в которое приводила ее новая шансонетка, как будто передавалось ему. И зрители могли думать, что такого хорошего мужа, как герцог, на всем свете не сыщешь, и что герцогине можно только позавидовать, позавидовать женщине, с которой герцога ничто решительно не связывало, женщине, которую он не любил, которую он на каждом шагу обманывал. Когда герцогиня утомлялась, герцог германский вставал, подавал ей пальто, поправлял колье, чтобы оно не цеплялось за подкладку, и до самого выхода прокладывал ей дорогу с услужливой и почтительной заботливостью. Она же принимала его заботы с холодностью светской женщины, расценивавшей его заботливость как проявление самой обыкновенной вежливости, а иной раз даже с чуть-чуть насмешливой горечью разочаровавшейся жены, у которой не осталось уже никаких иллюзий. И все-таки, несмотря на то, что внешне все обстояло благополучно, все-таки, если не принимать во внимание казовой стороны светской любезности, вынесшей чувство долга из глубины на поверхность еще в давнее время, которое, однако, не прошло для тех, кто его помнит, Жизнь у герцогини была нелегкая. Герцог германский опять становился щедрым, добрым только ради новой любовницы, которая чаще всего принимала сторону герцогини. Тогда герцогиня вновь получала возможность проявлять щедрость по отношению к прислуге, помогать бедным, а потом купить себе новый роскошный автомобиль. Но герцогиню германскую довольно скоро начинали раздражать люди всецелые и преданные, и возлюбленные герцога не составляли исключения. В короткий срок они успевали надоедать герцогине. Теперь как раз намечался разрыв герцога с авикантессой Дарпажон. Восходила звезда новой дамы сердца. Редактор субтитров А.Семкин